14 апреля 1912 года Титаник столкнулся с огромным айсбергом и затонул. Это мы уже знаем. Но что, если мы попробуем поднять его на поверхность с помощью льда? Для этого понадобится несколько тысяч метров проволочной сетки и много жидкого азота. Наша цель – поместить Титаник в огромный кусок льда, который поднимет его на поверхность. Для этого нужно обернуть затонувшее судно проволочной сеткой и облить жидким азотом. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, состоит в невозможности полностью обернуть судно. Его придется как-то приподнять, чтобы подсунуть проволочную сетку под него. Предположим, что неким чудесным образом у вас это получилось. Переходим к транспортировке сотен больших цистерн с жидким азотом. Вы находитесь под водой, открываете цистерны, и азот такой холодный, что кажется, будто ледяная вода Атлантики кипит. Он шипит, рассеивается и, конечно, не формирует льдину вокруг сетки. Новая попытка – поднять Титаник гигантскими магнитами. Для этого вам понадобится огромный крейсер и несколько мощных магнитов. К магнитам нужно прикрепить толстые тросы и опустить их на дно. Яркие прожекторы освещают темные океанские глубины. Видны части затонувшего судна. Магниты опускаются все ниже и прицепляются к стальному корпусу Титаника. Крейсер тянет тросы с магнитами вверх, но некоторые из них отсоединяются от судна, так как его стальной корпус покрыт кораллами. Части затонувшего судна отламываются и всплывают на поверхность. Мощности крейсера недостаточно, один из тросов рвется. Операции препятствуют не только вес обломков Титаника, но и колоссальное давление воды. Поднять затонувшее судно целиком не удастся, только его небольшие части. На самом деле, поднять Титаник по частям уже однажды пытались. Операция стоимостью 5 миллионов долларов провалилась. Тогда нейлоновые стропы прикрепили к части затонувшего судна, а их другие концы – к дизельным двигателям. В ходе операции использовали мини-подлодку. Часть Титаника весом в 21 тонну удалось приподнять, но одна из строп порвалась из-за сильного гидравлического давления. Понемногу один за другим начали рваться другие тросы, и огромная часть судна опустилась обратно на дно. К тому времени у всех участников спасательной операции закончились запасы еды. До ближайшего берега было весьма далеко, так что вторая попытка не состоялась. Есть книга и даже фильм о том, как Титаник поднимают с помощью сжатого воздуха. На самом деле, никто никогда не пробовал этот способ. Для него понадобилось бы сотни крупных баллонов со сжатым воздухом. Сначала нужно установить их внутри корпуса судна, а потом дождаться, когда они вытолкнут его на поверхность океана. Стоит вам опустить баллоны под воду, как они тут же начнут всплывать. Это сильно усложнит задачу. Нужно закрепить баллоны тросами и опустить их на дно с помощью мощной подводной лодки, а лучше нескольких. Баллоны могут взорваться из-за сильного давления. Если это случится, взрывная волна ударит по другим баллонам, спровоцировав катастрофу. Все это слишком дорого и небезопасно. Самым дорогим и сложным способом поднять Титаник с океанского дна, вероятно, является экстракция водорода и кислорода из воды. Полученными элементами можно было бы наполнить специальные контейнеры, чтобы потом прикрепить их к судну и вытащить с их помощью Титаник на поверхность. Даже если получится извлечь кислород и водород из миллионов тонн воды, им на смену придет оставшаяся часть океана. А машина, способная на такую фильтрацию, обойдется в миллиарды долларов. Или вы можете придумать химический элемент, который очистит всю воду по цепной реакции. В этом случае мировой океан останется без жизненно необходимого кислорода. Однажды кто-то предлагал взорвать Титаник. Для этого придется опустить на дно океана несколько ящиков с динамитом. Ящики должны быть герметичными, чтобы динамит не промок. Далее нужно протянуть несколько километров проводов, по которым к ящикам будет проходить электрический ток. Подготовив все это, важно уплыть на безопасное расстояние. Осталось нажать на кнопку, чтобы пустить ток по проводам и активировать динамит. Три, два, один, стоп. А зачем мы вообще это делаем? Даже если все получится, обломки Титаника разлетятся по дну океана в разных направлениях. Поднять Титаник на поверхность не удастся. Представьте себе большой крюк, который сможет подцепить Титаник и поднять его со дна, словно рыбку. Такой крюк должен быть гигантским. Допустим, вы его создали. Вы плывете на огромном крейсере к месту крушения и опускаете крюк вниз, подобно якорю. Он падает прямо на Титаник, но не цепляется за него. Чтобы прикрепить крюк размером с автобус к Титанику, нужно специальное оборудование, включая подлодку с манипулятором. Сконструировать такой механизм и заставить его работать под колоссальным давлением практически невозможно. Но, допустим, у вас все же получается зацепить крюк. В этот момент вы понимаете, что крейсеру не хватит мощности, чтобы поднять судно весом более 50 тонн. Добавьте к этому 10-тонный крюк. Вам понадобится еще пара крейсеров и несколько миллионов долларов. Хм... Охлаждаясь, горячий воск становится твердым и всплывает на поверхность воды. Что если доставить его до дна океана и залить внутрь Титаника? Это может сработать, учитывая, что воск недорогой материал. Итак, плавим воск, заливаем в прочные цистерны и опускаем их на дно с помощью подводной лодки. Цистерны способны выдержать сильное давление воды, а подлодки хватит мощности, чтобы опустить воск на такую глубину. Помещаем резервуары внутрь Титаника, а затем открываем их с помощью пульта дистанционного управления. Но воск не выливается наружу. Чем глубже, тем холоднее вода в океане. Пока вы опускали цистерны, воск в них постепенно охлаждался и затвердевал. Несколько резервуаров плотно прижались к верхней части корабля, но этого недостаточно, чтобы поднять Титаник. Остальные же цистерны просто всплывают на поверхность. Даже если бы резервуары удерживали тепло, после вскрытия воск бы моментально затвердел. Времени на то, чтобы он распространился внутри Титаника, явно бы не хватило. Воск бы всплыл наверх. Ладно, вы наполняете несколько больших и прочных мешков вазелином. В холоде это вещество ведет себя подобно воску, оно затвердевает и всплывает на поверхность. Вы решаете разместить много мешков по всему Титанику и дождаться, когда вазелин его поднимет. Выгрузите мешки в подлодку и опускаетесь на дно океана. До некоторых частей судна не добраться из-за налипших кораллов. Может выгрузить все мешки в одном месте? Но как только вы выгружаете мешки с вазелином из подлодки, они рвутся из-за сильного давления. Твердые кусочки вазелина всплывают вверх, выталкиваемые водой. Миссия провалена. Самая сумасшедшая идея – это наполнить Титаник миллионами шариков для пинг-понга. Маленькие пластмассовые шарики, заполненные воздухом, должны вытолкнуть судно на поверхность. Но стоит вам начать опускать их на дно, как пластик сплющится, выпуская из шариков воздух. Можно доставить шарики к судну на подлодке, но когда вы поместите их внутрь Титаника, давление их неминуемо раздавит. Еще можно попробовать сделать шарики из крепкого, но суперлегкого материала и наполнить их воздухом. В этом случае вам понадобится намного больше денег. Как только вы поместите шарики внутрь Титаника, некоторые из них выскользнут через щели в судне, а оставшихся не хватит, чтобы поднять обломки весом более 50 тонн с океанского дна. Чтобы изучить Титаник, нет необходимости опускаться на дно океана. В интернете вы легко можете найти детальную 3D-карту, на которой видно и место крушения, и сам корабль на дне океана. Чтобы получить реалистичный образ Титаника, исследователи использовали сонарные технологии подводных роботов, которые сделали более 10 тысяч снимков затонувшего судна. Может, оставим его там? Я за! 10 апреля 1912 года. Солнечный весенний день. Вы один из пассажиров первого класса на борту Титаника, который вот-вот отплывет из Саунгентона. Только представьте, всеобщий восторг, свежий весенний воздух, звуки моря. Прогуливаясь по верхней палубе, вы замечаете несколько спасательных лодок. Вы начинаете их считать и вспоминаете вместимость корабля. Чуть больше трех тысяч человек. Неужели шлюпок достаточно для всех пассажиров? Обратимся к цифрам. В общей сложности Титанику потребовались бы 64 спасательные лодки, чтобы вместить всех, кто был на борту. Главный конструктор Александр Карлайл планировал поместить на корабль 48 шлюпок, но в итоге их на Титанике нашлось всего 20. Тот факт, что спасательных лодок не хватало для всех пассажиров, не нарушал закон. А все потому, что количество основывалось на массе корабля, а не на пассажировместимости. Если говорить о Титанике, то число лодок было выбрано из эстетических соображений, чтобы верхняя палуба выглядела более привлекательно для пассажиров первого класса. После утверждения количества спасательных лодок Карлайл покинул свой пост. Пассажиры с комфортом прогуливались по палубам Титаника, но стоило ли оно того? В 2012 году, через 100 лет после крушения лайнера, были обнаружены новые документы о нехватке спасательных лодок. Оказалось, что инспектор по технике безопасности Моррис Кларк за 5 часов до отплытия предложил добавить на борт еще 10 шлюпок. Но владельцы четко дали понять, что корабль отправится по расписанию. Его идею не одобрили. А еще его предупредили, что как только он проболтается, его сразу уволят. Если бы к его совету прислушались в ту ночь, удалось бы спасти жизни еще 700 пассажиров. 20 спасательных лодок, которые все-таки погрузили на корабль, даже при полной загруженности могли вместить только треть людей. К сожалению, некоторые шлюпки отплыли всего с 12 пассажирами, хотя могли вместить около 65. К тому же члены экипажа Титаника не были обучены правилам использования спасательных лодок. Поэтому пассажиров на них запускали медленно и неправильно, без должного наблюдения. Только 18 шлюпок из 20 правильно спустили на воду. Пассажиров тоже не предупредили о правилах поведения. Тренировка со спасательными лодками должна была состояться 14 апреля, но в итоге капитан отменил это мероприятие. Один из многочисленных мифов вокруг Титаника и его крушения тоже связан с нехваткой спасательных лодок. В то время не существовало закона, по которому женщины и дети могли первыми попасть в шлюпку. Скорее, это было негласным правилом, которого придерживались во время кораблекрушений. Сплетни появились сразу после того, как Титаник затонул в ледяных водах Атлантического океана. Говорили, что страшной ночью 14 апреля 1912 года некоторые мужчины настолько отчаялись, что переодевались в женщин. Они хотели попасть на лодке и спастись, но нет никаких подтверждений, что кто-то действительно решился на это. Как бы то ни было, что случилось с теми 20 спасательными лодками после того, как Титаник столкнулся с айсбергом? Мы точно знаем, что лодки были спущены на воду к 2 часам 15 минутам по полуночи, и в них вместилось 718 человек. Когда в районе 4 утра их подобрал пароход Карпатия, в живых оставалось только 705 человек. Карпатии понадобилось около 4,5 часов, чтобы подобрать всех пассажиров и 13 шлюпок. Столько могло уместиться на борту парохода. Оставшиеся пустые лодки затерялись в океане. Уцелевшие лодки позже передали британской судоходной компании White Star Line, которая произвела Титаник. После того, как их вернули, сведения о них исчезли из официальных записей. На последней фотографии показано, как 13 уцелевших шлюпок загружают в порту Нью-Йорка. Ирония в том, что именно туда должен был приплыть Титаник 18 апреля 1912 года. Позже с лодок убрали таблички с надписью Титаник и все отметки, которые связывали их с кораблем. Некоторые источники сообщают, что затем лодки уничтожили. Но так ли это на самом деле? Судьба одной из них долго была предметом споров. Складную лодку A, которая последний покинула корабль, спустя месяц обнаружил пароход океане. Ее нашли в 320 километрах от места, где затонул Титаник. В лодке было обручальное кольцо с гравировкой от Эдварда Герда. Печальное напоминание о паре, которая пропала в океане, пытаясь спастись с тонущего корабля. Позже установили личности молодоженов Эдвард и Герда Линдл, которые хотели переехать из Швеции в США. Некоторые считают, что господину Линдл удалось добраться до складной лодки A, а вот его жене не повезло. Герду так и не нашли, а вручальное кольцо отправили ее отцу. Члены экипажа парохода «Океаник» засняли подъем складной лодки A. Также один из попутчиков составил подробный отчет. Говорили, что лодка не была похожа на лодку, скорее на обломки дерева, плывущие волны. Первой от Титаника отплыла спасательная лодка номер 7, получившая название «Лодка миллионеров». Ходят слухи, что ее 12 пассажиров подкупили команду, чтобы как можно скорее отплыть к безопасному месту, а не ждать других людей. В 2015 году были обнародованы некоторые предметы, найденные в ней, включая меню из ресторана, билет и письмо одного из пассажиров. Их продали с аукциона в Нью-Йорке за 70 тысяч долларов. Вскоре после крушения Титаника все корабли обязали иметь на борту достаточное количество спасательных лодок для размещения всех пассажиров. Вероятно, шлюпки с Титаника отремонтировали, чтобы использовать на других кораблях, например, на проходе «Олимпия» старшей сестре Титаника. В итоге некоторые из них были проданы частным коллекционерам, а какие-то просто сгнили. Мало кто был готов взять их на свои корабли, считая дурным предзнаменованием. К сожалению, информацию об их судьбе проверить сложно. Ни один из владельцев не сделал официального заявления после того, как лодки подняли из воды. Но несмотря на то, что от оригинальных спасательных лодок почти ничего не осталось, их полноразмерные копии есть в музеях Фалмуте, Англия, и Белфасти, Северная Ирландия. Одна из уцелевших лодок «Вайт Старлайн» на самом деле не принадлежала Титанику, хотя и имела прямое отношение к кораблю. Это восстановленная спасательная лодка номер 6 с парохода «Океаник», который помог обнаружить складную спасательную лодку «Си». Говорят, что ее купил частный коллекционер. Но, как и в случае со спасательными лодками «Титаника», мы ничего не знаем о ее местонахождении. Что касается табличек и других опознавательных знаков, судя по всему, компания «Вайт Старлайн» их сохранила. Некоторые из них попали на аукцион и были проданы коллекционерам. Одну табличку даже купил музыкант Рик Спрингфилд. Когда команда «Вайт Старлайн» добралась до спасательных лодок, одной из табличек уже не было. Это табличка с лодки номер 8, и ее забрал моряк Томас Джонс. Позже он передал ее другой выжившей пассажирке «Титаника» графине Ротес, вместе с письмом о чувствах, вспыхнувших между ними в ночь кораблекрушения. Похожие предметы вы можете найти в музее и Центре искусств Ларна, Северной Иландии, или в городской художественной галерее и музее английского Вустера. Некоторые эксперты заявляют, если бы на борту «Титаника» было больше спасательных лодок, их бы просто не успели спустить на воду. Катастрофа имела невообразимые масштабы. Многие исследователи считают, что после столкновения с айсбергом корабль стал тонуть настолько быстро, что спасение сотен пассажиров можно назвать чудом. 14 апреля 1912 года. Темная ночь наполнилась жуткими звуками гигантского металлического судна, раскалывающегося надвы. Самый большой корабль того времени столкнулся с айсбергом. Крушение «Титаника» — одна из самых громких историй 20 века, о которой говорят до сих пор. Правый борт гигантского судна задел айсберг. В 23.40 всё пошло наперекосяк. Айсберг нанёс такие повреждения, что как минимум пять водонепроницаемых отсеков в корпусе стали заполняться водой. Команда сразу начала расследование, чтобы понять, можно ли что-то сделать и исправить ситуацию. Рассчитывать было не на что. Моряки и пассажиры были совсем одни во тьме холодной ночи, далеко от Земли. Северная часть Атлантического океана, примерно в 650 километрах к югу от Ньюфаундленда, Канада. Нужно было время, чтобы понять, как доставить людей в безопасное место. Время было, но его не хватило. Если вы смотрели фильм, то знаете, что корабль утонул не сразу после столкновения. Процесс погружения длился 2 часа 40 минут. Ситуация была тяжёлой. Нужно было позаботиться о 2200 людях, экипаже и пассажирах. И на корабле царил хаос. Главный конструктор Томас Эндрюс быстро понял, что корабль не удержится на плаву. К полуночи весь экипаж начал готовить спасательные шлюпки к спуску на воду. Всего было 20 лодок, которые могли вместить 1178 человек. Чуть больше половины людей на борту. Сначала в безопасное место нужно было доставить женщин и детей. Члены экипажа должны были грести и направлять лодки. В следующие 2 часа ситуация быстро накалялась. Членам экипажа поручили разбудить пассажиров, предупредить их о происходящем и как можно скорее посадить спасательные шлюпки. В 015 члены экипажа подали сигнал бедствия. Пароход «Франкфурт» был одним из первых, кто получил сообщение и ответил. Но он находился в 315 километрах. Несколько других кораблей тоже получили сообщение и предложили помощь, но, к сожалению, они были слишком далеко. В 020 пароход «Карпатия» получил сигнал бедствия от «Титаника» и сразу же изменил свой курс. В то время он находился на расстоянии 93 километра, и ему требовалось больше трех часов, чтобы прибыть на место. Через 20 минут экипаж спустил первую шлюпку. В ней было всего 27 пассажиров, а вмещала она 65. Многие шлюпки, которые спустили на воду первыми, были едва заполнены. Экипаж опасался, что шлюп балки не выдержат веса полностью загруженной шлюпки. Сначала многие пассажиры боялись покидать корабль. Они были уверены, что «Титаник» непотопляемый и не могли даже представить, как развернутся события. Экипаж выпустил первую из восьми сигнальных ракет. Безрезультатно. Все были далеко и помочь не могли. В час 20 были спущены 10 шлюпок. В шлюпке номер 8 находилось всего 28 человек. Одной из пассажиров шлюпки номер 10 была Милвина Дин, 9 недель от роду. Позже она стала последней выжившей. Она скончалась в 2009 году в возрасте 97 лет. Было уже 2 часа ночи. На судне остались лишь 3 складные шлюпки. Нос сильно накренился и ушел под воду. Теперь было отчетливо видно, что кормовые винты находятся над водой. Члены экипажа спустили с крыши офицерской каюты складную шлюпку «Ди», в которой находилось более 20 пассажиров. Когда нос корабля ушел под воду, вода смыла с палубы складную шлюпку «Эй». В ней было 20 человек, и ее частично заполнило водой. Когда члены экипажа пытались разложить складную шлюпку «Би», та упала. Прежде чем шлюпку смогли выровнять, ее смыло волной. 30 пассажирам все же удалось спастись на перевернувшейся шлюпке. В 2.17 радист решил передать последний сигнал бедствия. Через минуту свет на корабле погас. «Титаник» погрузился во тьму, вместе со всем, что осталось на борту. Нос продолжал опускаться, а корма все выше поднималась над поверхностью, что создавало большую нагрузку на середину. Ночь наполнилась жуткими звуками. Огромный корабль, на который возлагали столько надежд, разломился на две части между третьей и четвертой дымовыми трубами. В отчетах было написано, что носовая часть погрузилась на дно примерно за 6 минут. Корма опустилась в воду, прежде чем снова подняться в вертикальное положение. Она оставалась в таком положении до тех пор, пока окончательно не исчезла в океане. В 2.20 в корме все еще оставался воздух, и давление воды сминало ее по мере погружения. Корма погрузилась на дно примерно в 600 метрах от носа. «Титаник» считался самым быстрым кораблем в мире. Все думали, что он непотопляем, ведь даже затопление четырех его отсеков не должно было привести к критической потере плавучести. Однако его путь начался с проблем. Когда судно покидало порт, оно едва разминулось с пароходом «Нью-Йорк». «Титанику» удалось благополучно пройти мимо, к огромному счастью всех пассажиров, которые столпились на палубах. «Титаник» отплыл 10 апреля. Его первое путешествие проходило по загруженному атлантическому маршруту. В день спуска на воду «Титаник» стал самым большим подвижным объектом в истории. 269 метров в длину и 28 метров в ширину. По сегодняшним меркам не так уж много. Сегодня самый большой круизный лайнер в мире – это «Симфония Марии». Он почти в пять раз больше «Титаника». Если поставить его вертикально, он будет высотой с «Эмпайр-стейт-билдинг», а это 380 метров без антенн. Но в свое время «Титаник» считался чудом света. В какой-то момент судно сделало остановку во Франции, после чего была еще одна остановка – в Ирландии. Как только последние пассажиры поднялись на борт, огромный корабль на полной скорости направился в свой конечный пункт назначения – Нью-Йорк. Через 4 дня после начала путешествия «Титаник» столкнулся с огромным айсбергом. История, о которой знают все. Выжило лишь 700 человек, и среди них в основном женщины и дети. Ночь была очень холодной. Через полтора часа после того, как «Титаник» погрузился под воду, выжившие не были уверены, что к ним идет помощь. Но они наконец увидели свет. Это был пароход «Карпатье». Он пришел, чтобы подобрать людей в шлюпках. Команда подняла их на борт и вытащила из воды горстку других пассажиров. Многие корабли пытались связаться с «Титаником» через несколько часов после того, как он затонул. На их сообщения так никто и не ответил. Позже, когда провели расследование, выяснилось, что пароход «Калифорниен» находился всего в 30 километрах от места крушения «Титаника». Но экипаж не слышал сигналов бедствия, поступавших с «Титаника», потому что радист в тот момент не дежурил. Страны по обе стороны Атлантики были шокированы, узнав о том, что случилось с «Титаником». Они решили внести изменения в правила эксплуатации судов, чтобы в будущем избежать подобных событий. Состоялась первая международная конвенция по охране человеческой жизни на море, где приняли правила, по которым на каждом судне должны быть шлюпки с местами для всех пассажиров. Учения на шлюпках стали обязательными. Был создан международный ледовый патруль для наблюдения за айсбергами в Северной Атлантике. И все корабли обязали постоянно поддерживать радиосвязь. «Титаник» не был уникальным. Из-за его масштабов и разного нового оборудования, которое требовалось, было невыгодно строить корабль в единственном экземпляре. Поэтому попутно построили еще два похожих судна. Их судьба тоже оказалась насыщенной событиями. Первым был «Олимпик». Его спустили на воду в 1910 году, и в течение года он был самым большим лайнером в мире. «Британик» — еще один корабль по «Братиму» — тоже в итоге оказался на дне океана. Но легендой стал только «Титаник», которому мир обязан одной из самых захватывающих историй. Ночь была темной и страшной. Несколько сот человек сидели в спасательных шлюпках, не зная, что ждет их дальше и какой будет их жизнь с этого момента. Все, что они знали — гигантский корабль, на котором они плыли всего пару часов назад, исчез у них на глазах. Они были одни и ждали помощи. Кто-нибудь вообще придет? Они не знали, был ли услышан их призыв о помощи другими кораблями, которые вроде бы находились недалеко. Оставалось лишь ждать. «Титаник», «Айсберг» и ночь 14 апреля 1912 года. Это одна из самых громких катастроф современной истории, о которой говорят даже сейчас, более ста лет спустя. В 16 спасательных шлюпок на борту могли вместить лишь чуть более половины от общего числа пассажиров — 1178 человек. И многие из них остались полупустыми. В одной из шлюпок была двухмесячная девочка Милвина Дин, самая молодая пассажирка на борту гигантского корабля. Ее родители решили уехать из Англии, чтобы построить лучшую жизнь в Соединенных Штатах. У ее отца были родственники в Канзасе, и он надеялся, что сможет начать там собственный бизнес. Семья Дин на самом деле не должна была оказаться на борту этого легендарного лайнера. Но из-за забастовки угольщиков им пришлось сесть на него в Саундгемптоне пассажирами третьего класса. Отец Милвины почувствовал, когда их корабль столкнулся с айсбергом в ту холодную и, казалось бы, спокойную ночь. Он сразу же поднялся наверх, чтобы разобраться. Увидев, что пассажиры паникуют и члены экипажа предупреждают об опасности, он бросился в свою каюту, велел жене одеть детей и быстро подняться на палубу. Члены экипажа отдали приказ подготовить спасательные шлюпки и рассадить в них женщин и детей. Это был шанс, по крайней мере для некоторых членов семьи, добраться до безопасного места. Милвина, ее мать и брат сели в спасательную шлюпку номер 10. Они были одними из первых среди 706 членов экипажа и пассажиров, которым удалось покинуть тонущий корабль и в итоге спастись. Позже лайнер «Карпатия» услышал призыв о помощи, приплыл за выжившими и доставил их в Нью-Йорк. Отец семейства, к сожалению, спастись не сумел. Милвина выросла в Ашерсте, Англии, недалеко от того места, откуда отплыл корабль. Всю жизнь она проработала секретарем и помощником в малом бизнесе в Саундгемптоне. И так и не вышла замуж. Милвина Дин никогда не говорила о «Титанике», потому что ничего не помнила о катастрофе. И ей не хотелось, чтобы люди думали, будто она просто хочет привлечь внимание. В 1985 году франко-американская команда нашла то, что осталось от «Титаника». Примерно в 600 километрах к востоку от Mistaken Point, Ньюфаундленд, на глубине более трёх километров. Исследования показали, что корабль раскололся надвое. Десятилетиями считалось, что корабль затонул практически невредимым, и единственным значительным повреждением была пробоина в корпусе от удара об айсберг. Однако корабль разломился пополам между третьей и четвёртой трубами. Это произошло незадолго до того, как «Титаник» исчез под поверхностью воды. Напомним, он полностью погрузился через 2 часа 40 минут после встречи с айсбергом. Никто особо не вспоминал про «Титаник», пока команда исследователей не обнаружила затонувшее судно. В последний год жизни Милвина продала часть вещей семьи на аукционе, чтобы оплатить своё пребывание в доме престарелых. Проданные вещи включали чемодан с одеждой, которую её семья получила по прибытии в США, и письма о компенсациях, полученные её мамой от фонда помощи «Титанику». В письмах указывалась финансовая помощь, которую получили пассажиры, пережившие потерю своих близких. Милвина дожила до 97 лет и скончалась от пневмонии. Она была самой молодой из 705 человек, переживших эту катастрофу. «Титаник» был самым большим кораблём в мире. Из-за размеров некоторые считали, что на судне должно быть 4 выхлопные трубы. Но Томас Эндрюс, инженер корабля, решил, что хватит и трёх. Так что четвёртая труба была скорее для красоты. На борту «Титаника» находилось 1317 пассажиров и 908 членов экипажа. Как вы, наверное, видели в фильме, там были пассажиры разных классов. Общее состояние тех, кто был в первом классе, достигало 500 миллионов долларов. И по оценкам исследователей, вещи на сумму 6 миллионов долларов ушли на дно океана вместе с кораблём. Первый класс лайнера был воплощением роскоши. На борту находилось 4 ресторана, 2 библиотеки, 2 парикмахерские, читальные залы и фотолаборатории. Там даже имелся бассейн с подогревом. Но им могли пользоваться только пассажиры первого класса за один шиллинг. На корабле также были турецкие бани и электрические ванны стоимостью 4 шиллинга за сеанс. Строительство «Титаника» обошлось в 7,5 миллионов долларов. Но это было в 1912 году, а сегодня это 200 миллионов долларов. Билеты первого класса в то время стоили 2560 долларов, что теперь эквивалентно 61 тысяче. В дорогих каютах были гостиная, две спальни, две гардеробные и ванная комната. Хм, как вам кажется, цена оправдана? Исследователи до сих пор не изучили многие области на «Титанике». Добраться до них с помощью подводных аппаратов по-прежнему очень трудно. На тот день, когда затонул «Титаник», была запланирована тренировка по спуску шлюпок, но по какой-то причине ее отменили. Экипаж провел лишь одну тренировку, когда корабль еще пребывал в порту. Но даже если бы члены экипажа были должным образом обучены, и каждая шлюпка была заполнена, мест для спасения всех людей все равно бы не хватило. «Титаник» в то время был самым большим подвижным объектом в мире. 31 мая 1911 года его огромный корпус спустился со стапелей и оказался в реке Лаган в Белфасте. Событие собрало 100 тысяч зрителей. Процесс занял чуть больше минуты и прошел гладко. Корпус немедленно отбуксировали к гигантскому оборудованному доку. Тысячи рабочих провели там большую часть следующего года, строя палубы и создавая роскошные интерьеры, которые придали «Титанику» его особый вид. Они установили 29 гигантских котлов, которые должны были приводить в действие две главные паровые машины корабля. И все это для того, чтобы получить титул «Непотопляемый». У корабля было немало серьезных изъянов. Наверняка вы слышали, что герметичные переборки не были полностью запечатаны. Из-за этого вода могла перетекать из одного отсека в другой, что в конечном итоге привело к затоплению лайнера. Кроме того, высокое содержание серы, низкие температуры и высокие скорости повлияли на сталь корпуса судна и заклепки корабля. Сталь разлетелась вдребезги, и заклепки быстро выскочили. Это стало причиной того, что «Титаник» затонул в 24 раза быстрее, чем ожидалось. Есть много теорий о том, что на самом деле привело к затоплению такого гиганта. Некоторые полагают, что одна из причин — это полнолуние за пару месяцев до катастрофы. Оно могло вызвать сильные приливы, из-за которых в этих водах оказались айсберги. Исследования показывают, что оптическая иллюзия помешала кораблю получить помощь. Известный британский историк Тим Малтин считал, что атмосфера в ночь затопления создала особые условия, из-за которых членам экипажа было очень трудно обнаружить айсберги. Образовалась так называемая сверхрефракция — необычное искривление света, которое вызывает миражи. В том районе это явление зафиксировали сразу несколько кораблей. Оно не только помешало экипажу вовремя увидеть айсберг, но и не позволило одному из кораблей, которые могли бы прийти на помощь, принять сигнал бедствия и связаться с «Титаником». Кроме того, «Титаник» двигался слишком быстро. Шкипер вел лайнер на скорости 22 узла через холодные и непредсказуемые воды Северной Атлантики, которых было полно невидимых айсбергов. 10 апреля 1912 года лайнер «Титаник» отплыл от берегов Англии. Это был не обычный корабль, а крупнейший лайнер того времени. Его длина составляла 270 метров, почти три футбольных поля. А высота от корпуса до верхушек дымовых труб внушительные 53 метра. Это размер 17-этажного здания. «Титаник» строился три года, тремя тысячами рабочих. Но спустя четыре дня своего первого плавания, в 23.40, корабль столкнулся с айсбергом и ушел под воду Атлантического океана. Корабль затонул за 2 часа 40 минут. Из более чем 2200 пассажиров и членов экипажа на борту выжили всего 706 человек. Обломки, скрывающие множество секретов в ледяных водах Атлантики, оставались затерянными еще 73 года. И если бы не один человек, посвятивший всю свою жизнь морским исследованиям, гигантский корабль намного дольше оставался бы затерянным. Этого человека звали Роберт Баллард. В детстве Баллард был одержим океаном. Он увлекся им, когда ему было всего 12. Именно тогда он и посмотрел экранизацию научно-фантастического романа «Жюля Верна» «20 тысяч лия под водой». В ней было все, чтобы разжечь воображение юноши, от приключений и необычных существ до мощного подводного судна «Наутилус». На нем можно было путешествовать по всему миру. С тех пор будущее Балларда больше не было связано с сушей. В 23 года он устроился в компанию, занимающуюся глубоководными исследованиями. Он помогал в разработке техник исследования океанического дна. Его крупнейшим достижением было создание «Алвина» – маленькой субмарины, вмещающей три человека. Ее отличала внешняя механическая рука, разработанная для сбора подводных образцов и позволяющая экипажу оставаться в безопасности. «Алвин» быстро доказал свою эффективность в выполнении различных задач. Например, однажды его использовали для поиска воздушного судна, упавшего в море. Однако судно столкнулось и с рядом неудач. Один раз его атаковала рыба-меч, из-за чего аппарат быстро всплыл на поверхность. Правда, позже рыбу, застрявшую во внешней оболочке подлодки, съели на ужин. В октябре 1968 года, когда аппарат опускали в воду, удерживающие его тросы сорвались, и судно упало в океан вместе с тремя членами экипажа на борту. Поскольку небольшое судно все еще было открыто, оно тут же заполнилось водой и быстро начало тонуть. К счастью, команде удалось выбраться, но «Алвин» ушел ко дну. Многочисленным попыткам вернуть судно препятствовали плохие погодные условия. Его подняли на поверхность только на следующий год. Со временем «Алвин» усовершенствовали. Корпус судна укрепили титаном, увеличив глубину его погружения и сделав более приспособленным для исследования океана. Необычная подлодка пригодилась во многих экспедициях Балларда, которых было более сотни. Он стал одним из первых, кто исследовал подводный североатлантический хребет в Атлантическом океане. А найдя в конце 70-х гидротермальные источники в Галапагосском ущелье, он помогал в изучении процесса хемосинтеза – химического синтеза пищевой энергии, которым пользуются бактерии. Но величайшее исследование было еще впереди. Баллард говорил, что никогда не был фанатом Титаника. Но, наблюдая за терпевшими неудачи другими исследователями, он стал одержим желанием найти корабль. Он говорил, что в то время Титаник был как гора Эверест. Многие пытались покорить его. Многие, как он думал, могли преуспеть и должны были, но у них не получалось. Баллард начал думать о поисках корабля еще в 73-м году. Около четырех лет спустя он сделал первую попытку, используя глубоководное судно Sea Probe, оснащенное камерами и гидролокатором. Но ему пришлось отступить, когда буровая труба сломалась. Просто время еще не пришло. В начале 80-х техасский нефтяник Джек Гримм трижды пытался найти обломки Титаника. Однажды Гримм был прямо над ним, но его оборудование не обнаружило корабль. Вот что называется, не повезло. Баллард ждал подходящего момента. Ему нужен был план и помощь. Первая проблема — опуститься на дно Атлантики. Раньше он погружался лишь на 6000 метров, и весь процесс занял у него три часа без учета времени на возвращение. Баллард знал, что может использовать Алвина, оснащенного титановым корпусом и способного выдержать давление океана. Но еще ему нужно было что-то, что позволило бы не опускаться вниз вместе с аппаратом. В идеале — непилотируемый аппарат дистанционного управления, но сначала его надо было создать. Баллард обратился к властям для финансирования его проекта. И хотя чиновники не были заинтересованы Титаником, они согласились помочь. Ах да, было одно условие. Сначала Баллард должен был заняться поиском субмарин Трэшер и Скорпион, затонувших в Атлантическом океане в 60-х. Власти надеялись изучить их, чтобы понять, почему они затонули. Еще они хотели узнать, можно ли их восстановить или оставить на дне океана. Только успешно выполнив эту задачу, Баллард мог использовать оставшееся время на поиски Титаника. Не имея других вариантов финансирования, Баллард принял предложение. Он принялся за работу. Сначала он создал два новых устройства. Аппарат Арго. Непилотируемые глубоководные буксируемые салазки. Был оснащен несколькими камерами. Он предназначался для создания снимков и видеозаписей. Он мог работать на глубине до 6000 метров и исследовать около 98% океанического дна. Предполагалось, что Арго будет привязываться к лодке, и она будет тянуть его за собой. Его камера должна была передавать изображение на поверхность. Вторым устройством был небольшой роботизированный аппарат Jason Junior. Им тоже управляли удаленно, что позволяло экипажу внутри подлодки вроде Алвина подбираться ближе к подводным объектам и фотографировать их. Теперь Баллард был готов. Он знал, что должен скорее найти эти субмарины. Это не заняло у него много времени. К его облегчению поиски были быстрыми, и он смог выполнить свои обязательства с запасом в 12 дней. Имея почти две недели на поиске Титаника, он приступил к исследованию океана. Он сосредоточил поиски близ Ньюфаунленда в Канаде, протаскивая Арго вдоль дна океана и анализируя полученные снимки. После двух безуспешных дней он нашел расплющенные листы корпуса и паровой котел. Неужели это оно? На следующий день был обнаружен нос корабля. 1 сентября 1985 года Баллард с товарищами осознали, что, наконец, нашли корабль. Это открытие вызвало бурю эмоций. Баллард был счастлив первым найти последнее пристанище Титаника, но также его охватило чувство скорби за тех, кто пострадал, когда корабль ушел на дно. Следующие четыре дня команда исследовала обломки. Она нашла мачту, с которой впервые был замечен айсберг. Кроме того, появилось доказательство того, что массивное судно разломилось надвое перед потоплением. Команда нашла обе половины корабля. Там была мебель и посуда. Еще, как ни прискорбно, по дну океана были разбросаны кожаные ботинки тех, кто не сумел спастись. Баллард преуспел там, где другие потерпели неудачу, и мгновенно стал знаменит во всем мире. Можно подумать, что нахождение Титаника было бы достаточно для славы, но только не для Балларда. В 2019-м он взялся за разгадку еще одной загадки – исчезновение Амелии Эрхард. Эрхард хотела стать первой женщиной, облетевшей весь мир. К сожалению, в 37-м году она пропала где-то над Тихим океаном. Ни она, ни ее самолет так и не были найдены. Баллард надеялся, что успех с Титаником поможет ему найти место падения Эрхард. Но членам его экспедиции ничего не удалось найти. И хотя Роберт Баллард нашел больше затонувших судов, чем кто-либо другой, это лишь верхушка айсберга. Согласно подсчетам, в океане более трех миллионов затонувших судов. Баллард обнаружил только 100 из них. Сейчас ему уже почти 80 лет. Он надеется вдохновить молодых людей на продолжение его деятельности по исследованию океана. В 89-м году он основал проект, вдохновляющий учеников начальных классов заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Еще он владеет исследовательским судном «Наутилус», названным так в честь подлодки из романа «Жюля Верна». Достойная дань уважения истории, вдохновившей его карьеру. В 2017 году более 25 миллионов человек поднялись на борт круизных лайнеров по всему миру. Это на минуточку больше, чем все население Греции. Такой тип отдыха особенно популярен в США и не только у старшего поколения. Люди отправляются в плавание все охотнее. Сейчас две трети представителей поколения «Игрек» и «Миллениалов» говорят, что круиз – это их новый предпочтительный вид отдыха. Но почему? Давайте посмотрим. Такой отпуск легко спланировать заранее. На борту можно найти занятия для всех членов семьи. И у вас есть возможность посетить несколько разных мест за одну поездку. Дополнительный бонус круиза – вы можете присмотреть места для будущего отдыха. Первоклассные развлечения на борту дают пассажирам ощущение роскоши. Условия проживания, как правило, очень стабильны. Не говоря уже о том, что туристам действительно удается оторваться от повседневности и сбежать на время буквально от всего. Royal Caribbean International – одна из крупнейших круизных компаний в мире. В 2018 году ей принадлежало более 19% рынка круизов. Ее нынешний флот состоит из кораблей различных классов, включая Voyager, Radiance и Quantum. Последнее дополнение к впечатляющему флоту компании было построено в 2018 году – «Чудо Мари». Самое большое круизное судно в мире совершило свой первый рейс в марте 2022 года. Давайте посмотрим, что этот гигант может предложить своим пассажирам. Судно настолько большое, что его пришлось разделить на районы. Это неудивительно, ведь «Чудо Мари» вмещает почти 7 тысяч пассажиров. Любите Нью-Йорк? Не беспокойтесь. На лайнере есть свой центральный парк, в котором можно увидеть около 10 тысяч растений. Центральный парк является особенностью всех кораблей класса «Оазис» и представляет собой один из так называемых районов. Давайте посмотрим на другие районы. Например, на этой палубе есть зал игровых автоматов, магазин сладостей и спортивный бар – отличное место для долгих прогулок. На «Чуде Мари» есть водные и спортивные зоны. Там расположены многочисленные бассейны и джакузи. На спортивной площадке вы найдете себе занятие по вкусу. Далее находится Королевский променад. Это главная дорога на «Чуде Мари». Там есть бары, лаунжи и места, где можно выпить обычный кофе или роскошные латте. Район развлечений – это центр досуга на корабле. Здесь гости могут найти комедийный клуб, каток и даже театр. Спа-салон и фитнес-центр – это зона спокойствия с огромным выбором процедур. Фитнес-центр, кстати, бесплатный, так что у гостей нет отговорок, чтобы пропускать тренировки. На корабле «Чудо Морей» появилась дополнительная восьмая зона. Она называется район Сьютов. Это эксклюзивная зона для гостей, проживающих в люксах. Она расположена в верхней части корабля. Гостей здесь обслуживают специально назначенные сотрудники, которых называют королевскими джинами. Они появляются, если потереть лампу в люксе. Ладно, не совсем так. Джины напоминают дворецких и обслуживают всего несколько кают. В круизной компании не хотят, чтобы другие пассажиры беспокоили этих ценных членов команды, поэтому они не носят бейджики в общественных местах. Изначально «Чудо Морей» должен был базироваться в Китае, но компания Royal Caribbean решила перевезти лайнер в США. В марте 2022 года корабль начал свое путешествие с семидневных круизов по восточным и западным Карибам. В мае 2022 года «Чудо Морей» отправился в Европу. Для его гостей запланированы круизы по Средиземноморью из Барселоны и Рима. Пассажиры смогут посетить Пальма-де-Майорку в Испании и Капри в Италии. После летнего сезона «Чудо Морей» вернется во Флориду, чтобы с ноября 2022 года предлагать круглогодичные круизы. Трудно даже представить себе масштабы корабля, который может вместить на борту столько удобств. Для сравнения, «Титаник» был самым большим кораблем своего времени, его длина составляла 269 метров, а «Чудо Морей» при длине 362 метра на 36% выше и на 34% шире. А теперь о спасательных шлюпках. На борту «Титаника» их было 20. Недостаточно, чтобы вместить всех пассажиров после столкновения корабля с айсбергом. Но на «Чудо Морей» спасательных шлюпок еще меньше, а именно 18. Звучит странно и опасно? Нет повода переживать, учитывая, что в каждой из шлюпок могут разместиться до 370 человек. Это означает, что все пассажиры и члены экипажа, а это примерно 8000 человек при полном заполнении, смогут спастись в случае чрезвычайной ситуации. Если бы мы могли устроить гонку между этими двумя кораблями, то «Титаник» оказался бы немного быстрее, опередив «Чудо Морей» на 2 км в час. Сегодня пассажиры круизных судов больше интересуются впечатлениями, чем скоростью плавания. Поэтому скорость корабля перестала быть важным аспектом. Что касается затрат, то на момент постройки «Титаник» стоил около 7,5 миллионов долларов. Сегодня это эквивалентно 200 миллионам долларов. А как насчет «Чудо Морей»? Строительство обошлось в 1 миллиард 350 миллионов долларов, что делает корабль в шесть раз дороже «Титаника». Давайте попробуем сравнить цены на билеты. Самый дешевый билет на «Титаник» стоил 7 фунтов стерлингов. Сегодня это около 1000 долларов. Самый дешевый билет на «Чудо Морей» стоит сегодня 423 доллара. Но цены могут меняться в зависимости от места, сезона маршрута и того, сколько чаевых вы дадите своему королевскому джину. А как насчет айсбергов, спросите вы? Ну, «Титаник» плавал в холодной северной Атлантике, где их нужно было остерегаться. А «Чудо Морей» будет совершать круизы по беззаботным теплым Карибам. Откуда там лед? Рядом с другими лайнерами из флота «Ройал Карибиен» «Чудо Морей» тоже выглядит впечатляюще. Первые корабли компании могли вместить около 2500 человек, включая персонал. Такими кораблями были «Блеск Морей», «Легенда Морей» и самый маленький из них «Дюймовочка Морей». Нет, подождите, это «Императрица Морей». На самых больших кораблях компании теперь могут разместиться около 9000 человек. Это почти в три раза больше, чем на первых лайнерах. «Чудо Морей» – один из них, наряду с «Гармонией морей» и «Симфонией морей». Видите закономерность? Да, если вы когда-нибудь встретите корабль, в названии которого есть слово «Морей», можно с уверенностью предположить, что он принадлежит «Ройал Карибиен». Выбирать круизное судно по размеру – все равно, что размышлять, посетить ли вам местный музей или Лувр в Париже. Все зависит от ваших предпочтений. Некоторые семьи предпочитают камерные размеры, другие – поклонники больших пространств, где можно найти все необходимое. И все же интересно, как габариты кораблей менялись со временем. Например, пароход «Ройал Уильям» в 1833 году стал первым судном, совершившим трансатлантическое путешествие почти полностью на паровом двигателе. Его длина составляла всего 49 метров, и на нем могли разместиться до 155 пассажиров. Первым современным мега-кораблем в мире был «Повелитель морей», спущенный на воду в 1987 году. Он имел длину 270 метров и мог перевозить чуть меньше 3000 пассажиров. Со временем менялись не только размер и вместимость круизных кораблей. Последние технологические разработки в области искусственного интеллекта и распознавания лиц позволили круизным операторам обеспечить более быструю и удобную посадку пассажиров. Если раньше на посадку всех пассажиров на корабль уходило от 60 до 90 минут, то сегодня операторам удается комфортно разместить людей менее чем за 15 минут. Наверное, вам уже захотелось забронировать билет. Но давайте рассмотрим некоторые из самых интересных развлечений на борту «Чудо морей». Так вы будете знать, во что ввязываетесь. На всех кораблях Royal Caribbean гости могут насладиться множеством произведений искусства. На «Чудо морей» в ключевых местах корабля установлены статуи астронавтов. Первый астронавт смотрит сквозь стекло на Королевском променаде, а второй занят скалолазанием на палубе. Третий и последний астронавт больше похож на фаната кино. Эту статую можно найти рядом с зоной отдыха у киноэкрана. Астронавты вызывают восторг у гостей всех возрастов. В зонах, куда не попадает солнечный свет. На «Чудо морей» есть виртуальные балконы. В случае плохой погоды гости могут почувствовать себя на свежем воздухе без необходимости прятаться от ветра или дождя. Подросткам на корабле отведено отдельное место. Здесь есть специальный клуб с джакузи, зоной для селфи, играми и удобными креслами. Во внутренней части этого клуба есть торговый автомат, подборка интересных книг и столы для настольного футбола. Это произошло 12 сентября 1990 года. В те времена задолго до мгновенных сообщений и созвонов в Зуме маленькая девочка искала друзей по переписке. Зоя плыла на корабле из Англии в Бельгию вместе с родителями. Ей было всего 10 лет, но она была очень умной школьницей. Она взяла лист бумаги и начала писать. Она представилась, потом написала о том, что ей нравится балет, играть на флейте и фортепиар. Конечно, она не могла не упомянуть о своих питомцах, маленьком хомячке, которого она назвала Спаркл и Рыбке Спекла. Она также указала адрес, по которому с ней можно связаться, если кто-то захочет ей написать. Но, увы, она была в море. Кому же она могла отправить это послание? Ей пришла в голову интересная идея. Она аккуратно положила свое письмо в пластиковую бутылку, плотно закрыла крышку, чтобы защитить его от воды и бросила в море. Увы, ответа она не получила и со временем позабыла о послании. Может быть, бутылка где-то застряла. Может быть, ее проглотило большое и страшное морское существо. А может быть, вода пробилась под пластиковую крышку и уничтожила записку. Много лет спустя, на Рождество, в родительский дом пришло письмо для Зои на ее девичью фамилию. Судя по штемпелю, письмо было из Европы. Это было послание от голландской пары Пита и Жаклин Лото, которые нашли бутылку и любезно написали ответ. Они сообщили, что обнаружили письмо среди обломков, выброшенных на берег. Письмо Зои блуждала в море 23 года и преодолела более 560 километров, чтобы добраться до конечного пункта назначения недалеко от Роттердама в Нидерландах. Впечатляющее путешествие для маленькой пластиковой бутылки. Похожая история странным образом связала двух маленьких мальчиков. Мальчик по имени Франк Узбек вплыл на корабли из Германии в Данию, когда ему пришла в голову та же идея, что и Зои. Ему было 5 лет, когда он написал послание и бросил его в неизвестность. Это был 1987 год. Ответ он получил, когда ему исполнилось 29 лет. Его письмо, как и то, которое Зои отправит через несколько лет, долго блуждал в море. Послание нашел мальчик по имени Даниил Коротких, гуляя с родителями по куржской кассе. Даниилу повезло, что его отец знал немецкий язык достаточно хорошо, чтобы перевести послание. В 2011 году отправитель и адресат пообщались по видеосвязи. Не все истории с посланиями в бутылках можно объяснить. В 2013 году хорватский серфингист наткнулся в Адриатическом море на поврежденную бутылку. Послание, которое она содержала, датировалось 1985 годом, и оно было от человека по имени Джонатан. Отправителю очень хотелось, чтобы его письмо дошло до женщины по имени Мэри, и он надеялся на ее ответ. Поскольку письмо предположительно было отправлено из Новой Шотландии, бутылка должна была преодолеть невероятные 6000 километров. Послание пересекло Атлантический океан, вошло в Средиземное море и достигло берегов Адриатики в Хорватии. Личности Джонатана и Мэри так и не были установлены. Иногда послание в бутылке содержит удивительные истории любви. Так было с Аки и Паулиной Викинг. Когда Аки, одинокий шведский моряк, положил письмо в бутылку и бросил ее в Средиземное море, он и не подозревал, что этот клочок бумаги в конце концов попадет к его будущей жене. Это произошло в начале 50-х годов прошлого века. Бутылку нашел итальянец, который отдал ее своей племяннице Паулине. После года обмена письмами Аки и Паулина встретились и поженились. Поделившись своей историей с миром, молодожены стали в какой-то мере звездной парой. Они поделились видеозаписью своей свадьбы, и их история была опубликована во многих газетах. Это счастливое событие положило начало движения среди молодых людей, ищущих любовь, и количество любовных посланий в бутылках стремительно увеличилось. Однако не все истории, которые начинались подобным образом, заканчивались успехом. В 1945 году американец по имени Фрэнк Хейстек положил послание, похожее на письмо Аки, в бутылку и бросил в воду. Почти год спустя письмо нашла ирландская женщина. Ее звали Брэнда О. Салливан. Завязалась многолетняя переписка, которая привлекла внимание СМИ, но дружба так и не расцвела из-за внешнего давления. В конце концов, Брэнда и Фрэнк встретились лично, когда последний приехал в Ирландию, но мужчина не остался там надолго, и в итоге переписка затихла. После трагического конца Титаника стало известно о нескольких бутылках с секретными посланиями. Почти все они оказались поддельными, за исключением одного письма. Спустя годы после того, как Титаник затонул в ледяных водах Атлантики, на побережье Ирландии была найдена бутылка. Предположительно, письмо отправил человек по имени Джеремайя Бёрк, и по сей день оно считается единственным подлинным посланием в бутылке с Титаника. На клочке бумаги было лишь имя отправителя, местонахождение Титаника и слово «Прощай». Вода смыла дату, поэтому трудно определить, была ли записка отправлена до или после столкновения корабля с айсбергом. Однако принято считать, что поскольку Джеремайя готовился навсегда переехать в США, он символически прощался с родственниками и друзьями в Ирландии во время плавания. Этот нехитрый способ знакомства и общения с людьми превратился в хобби для жителя канадской провинции остров Принца Эдуарда, расположенный к востоку от американского штата Мэн. Этот человек Гарольд Хакетт утверждает, что с 1996 года отправил в Атлантический океан более 4000 бутылок. Он также говорит, что получил множество ответов со всего мира, включая письма из Франции и Германии, с Багамских островов и даже из Африки. Благодаря своему увлечению он ежегодно получает около 150 рождественских открыток от друзей по переписке. По сей день он отказывается добавлять в письма свой номер телефона. Он хочет, чтобы люди, которые решат ему ответить, отправляли исключительно традиционные письма. Он также вычислил лучшее время для отправки посланий с учетом направления ветров и течений. Бывает, что бутылки с записками проводят целую жизнь в море после того, как их выбрасывает отправитель. Так произошло с сообщением, которое один британец поместил в бутылку, чтобы выкинуть ее в пролив Ла-Манш в 1914 году. Его звали Томас Хьюз, и он хотел, чтобы послание попало к его жене. Но он был достаточно вежлив, чтобы написать письмо тому, кто первым возьмет бутылку в руки, и попросить его перенаправить листок бумаги. Бутылка не дошла до его жены, так как была найдена на побережье Эссекса только через 85 лет. Человек, наткнувшийся на бутылку, связался с семьей и передал послание дочери Томаса. И 85 лет – не самый долгий срок для странствующей по волнам бутылки. Ученый по имени Хантер Браун изучал течение в Северном море, когда ему пришла в голову идея. Он поместил одинаковые послания почти в 2000 бутылок и попросил возможных получателей написать ответ с указанием места находки. Он решил, что этот метод поможет ему лучше понять расположение течений в Северном море. Через 97 лет одна бутылка была найдена примерно в 17 километрах от места отправления. К настоящему времени до берега добралось чуть более 300 бутылок, относящихся к проекту Брауна. Не на все послания, найденные в бутылках, приходят ответы в виде физических письм. Оливер Ван-де-Валли выбросил бутылку с письмом у побережья Англии, когда отдыхал со своей семьей. В то время ему было 14 лет. 33 года спустя одна женщина обратилась к нему в Фейсбуке, заявив, что получила послание и разыскала профиль Оливера в социальных сетях. Мужчина успел позабыть, что когда-то положил письмо в бутылку, но в конце концов смог вспомнить подробности и рассказал, что запечатал бутылку свечным воском, чтобы внутрь не попала вода. Более века назад «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул на дне Атлантического океана. Из 2240 человек, находившихся на борту, выжили лишь около 700. С тех пор эта трагедия стала популярной темой бесконечных фильмов и книг. Мы многое узнали о корабле и людях на борту, но об айсберге, из-за которого произошла эта катастрофа, до сих пор ничего толком не известно, особенно о его размерах. Но, может быть, мы сможем найти какие-нибудь оценки. «Титаник» был построен компанией «Уайт Стар Лайн», как часть нового флота пассажирских лайнеров. В то время это был самый большой корабль в мире, и он оправдывал свое название. Его длина составляла 270 метров, как два с половиной футбольных поля. Высота он был 53 метра. Это как поставить друг на друга 10 жирафов. От ватерлинии до палубы было 18 метров. Это почти как высота четырехэтажного здания. На «Титанике» были кафе на веранде, ресторан, читальный и письменные залы, турецкая баня, тренажерный зал и корты для игры в сквошь. На нем даже нашлось место для плавательного бассейна. Лайнер мог перевозить около 3300 человек, 2435 пассажиров и 900 членов экипажа. Роскошь. Важный аспект. Но безопасность была превыше всего. Под палубой «Титаника» находилось 16 водонепроницаемых отсеков. Предполагалось, что если корпус корабля пострадает в результате аварии, то 4 отсека смогут принять воду, а остальные 12 удержат корабль на плаву. Филипп Франклин, вице-президент «Уайт Стар Лайн», сказал, что именно это сделало этот корабль таким уникальным. Говорят, ему принадлежат знаменитые слова о том, что «Титаник» не может утонуть. Он непотопляем, и пассажиры не почувствуют ничего, кроме неудобства. Как же он ошибался. Корабль ушел в свой первый и последний рейс 10 апреля 1912 года. Потребовался один, единственный айсберг, чтобы потопить это могучее судно. Айсберги удивительны. Они образуются, когда большие куски пресноводного льда отрываются от ледников и уплывают в открытые воды. В конце концов, они тают и исчезают. В северном полушарии большинство айсбергов образуются в Гренландии. На юге они образуются в Антарктиде. То, что видно на поверхности воды, это лишь небольшая часть айсберга, верхушка. Большая его часть, до 90%, скрыта под водой. Только после изучения большого количества фотографий и информации, можно по-настоящему понять, насколько айсберг массивен. Именно та часть айсберга, которую не видно, часто является самой опасной. Под волнами он может иметь неровные края в случайных местах. Судно может подойти слишком близко, что приведет к серьезным повреждениям. Остерегаться нужно не только больших айсбергов. Более мелкие, которые обнаружить труднее, могут оказаться такими же опасными. Например, длина гроулера составляет менее двух метров, а над водой он выступает чуть более метра. А малые берги могут иметь размер менее четырех метров. Про опасность айсбергов было хорошо известно, когда Титаник отправился в плавание. В 1901 году судно «Эйлендер» шло по внутреннему проходу на Аляску. Оно столкнулось с айсбергом и сразу же затонуло. Из 178 человек на борту спаслись 138. В то время не было оборудования для обнаружения айсбергов. Лучшим инструментом были глаза. Со специальной наблюдательной точки под названием «Воронье гнездо» Два члена экипажа смотрели на океан и следили за потенциальными опасностями. Гнездо находилось в передней части корабля на высоте 15 метров над палубой и крепилось к мачте. С этой высоты у наблюдателей был хороший вид на океан. Если они видели что-то подозрительное, то звонили в большой колокол, чтобы поднять тревогу. А еще у них был телефон, чтобы предупредить капитана. Но представьте, какой ужасной была эта работа, особенно в ту ночь, когда затонул «Титаник». В «Воронье гнездо» не было теплой и уютной комнатой с окнами. Это было открытое и продуваемое при любой непогоде место. 14 апреля 1912 года температура воздуха составляла около 4 градусов. И поскольку корабль двигался со скоростью около 42 км в час, моряки ощущали неприятный и леденящий дискомфорт. Единственным плюсом было то, что смена длилась всего два часа. Фредерик Флитт был тем самым моряком, заметившим айсберг, который потопил «Титаник». В это время он был в «Вороньем гнезде» вместе с Роджинальдом Ли. Флитт следил за левой частью корабля, а Ли — за правой. Было 10 часов вечера, когда двое мужчин приступили к своей смене. Их уже предупредили о возможности гололеда. Но когда вам холодно и вокруг темно, это может показаться невыполнимой задачей. Хуже того, у них даже не было биноклей, чтобы облегчить работу. Позже Флитт скажет, что наличие бинокля могло предотвратить трагедию. Когда до конца смены оставалось 20 минут, моряки заметили айсберг. Флитт позвонил в колокол. Один раз, второй, потом еще раз. Затем он позвонил на мостик, чтобы сообщить об этом экипажу. Казалось, звонок поступил в самый последний момент. Двигатели корабля дали задний ход, и огромному океанскому лайнеру удалось развернуться. Но этого было мало, чтобы избежать удара. На палубу корабля посыпался лед. Айсберг пробил корпус, и внутрь хлынула вода. Через 2 часа 40 минут Титаник исчез. И вот у нас есть подсказка номер один. Айсберг был достаточно велик, чтобы увидеть его невооруженным глазом, в темноте и без бинокля. А еще он был высоким, раз на палубе оказался лед. Все это происходило задолго до появления социальных сетей и смартфонов, и никто на борту не делал фотографий или видео. Поэтому у нас нет и реальных кадров настоящего айсберга. Но есть фотографии возможного айсберга, сделанные позже, в тот же день. Эсминец Принц Адальберт шел неподалеку от этого места утром 15 апреля 912 года. Стюарт на корабле еще не слышал о том, что случилось с Титаником, но он сфотографировал проплывающий мимо айсберг. Зачем? Вдоль нижней части айсберга виднелась линия красной краски, которая могла указывать на вероятные столкновения с кораблем в течение последних 12 часов. Вторая фотография была сделана с корабля «Миния», который был отправлен в этот район на поиски обломков после столкновения. Капитан Декар Терет сказал, что среди обломков он видел только айсберг, и он тоже заметил на нем полосу красной краски. Судя по фотографиям и свидетельствам учевидцев, в газетных сообщениях размер айсберга составлял от 15 до 30 метров в высоту и от 16 до 120 метров в длину. Вот вам подсказка номер два. Айсберг, столкнувшийся с Титаником, вероятно, начал свое путешествие в Гренландии, пройдя через море Баффина к Дэвисову проливу. Затем он проскочил через Лабрадор и достиг Атлантики. И это впечатляет. Летники в Гренландии производят от 15 до 30 тысяч айсбергов каждый год. Есть маленькие, но есть и большие. Из них лишь процент действительно доплывает до Атлантики. Остальные просто тают по пути. Температура Атлантического океана, где затонул Титаник, составляла минус 2 градуса, что может привести к обморожению или переохлаждению. Но для айсберга эта температура слишком теплая. Большинство из них продержалось бы в Северной Атлантике всего 2-3 года, медленно тая в более теплой воде. Так что, вероятно, этот айсберг покинул Гренландию в 910 или 11 году и полностью растаял к концу 912 или 13 года. Так как он добрался до Атлантики и сумел нанести кораблю такой ущерб, у нас есть подсказка номер 3. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем точный размер того самого айсберга. Но мы точно знаем, что это был не Гроулер и не Малый Берги. Они слишком малы. Если лед действительно разбросало по палубе во время столкновения, то этот айсберг был выше 15 метров. Стало быть, айсберг, который уничтожил Титаник, был просто огромным. И айсберги по-прежнему представляют угрозу. Совсем недавно, в 2007 году, круизный лайнер «Эксплорер» столкнулся с одним из них и затонул в море Уэддала. К счастью, все выжили. После крушения Титаника в 914 году был создан Международный ледовый патруль. Эта организация действует и сегодня, и в ее состав входят представители нескольких стран. С помощью самолетов и радаров патруль находит и отслеживает крупные айсберги, предоставляя информацию любому, кто в ней нуждается, и предотвращая при этом новые трагедии в океане. Шел 1854 год, и Арктик, самый быстрый пассажирский лайнер своего времени, отправился пересекать Атлантику. Проплывая сквозь туманную пелену, он медленно исчез в неизвестности. Коллинс Лайн, американская судоходная компания, была основана в 1818 году и к 1835 году начала серьезно заниматься трансатлантическими перевозками. Ее пароходы пересекали Атлантику от Ливерпуля до Нью-Йорка всего за 10 дней. Сегодня это не кажется большой скоростью, но тогда на тот же путь у других кораблей уходило несколько недель. Легкие, с деревянными корпусами и мощным паровым двигателем, эти пароходы привлекали обеспеченных путешественников. Что может пойти не так со столь передовым кораблем, думали они? Напоминает другой корабль, который позже будут считать непотопляемым. Ладно, вернемся к Коллинс Лайн. На трансатлантических маршрутах у компании был только один конкурент – Кьюнарт Лайн. Это было британское предприятие, также стремившееся стать лидером на этих маршрутах. В 1835 году Коллинс Лайн получила новый корабль, который отправился в Ливерпуль и вернулся в Нью-Йорк с самым большим грузом на тот момент. С тех пор судоходная компания неуклонно росла. Казалось, что в будущем ее ждут только успехи. Эксплуатация ее роскошных кораблей обходилась очень дорого из-за большого количества используемого угля. Высокая мощность наряду с непрочным деревянным корпусом означали, что после каждого плавания судам требовался ремонт. Таким образом, каждое путешествие стоило дорого. Но поскольку суда были безопасными и имели отличную репутацию, люди были готовы переплачивать, и компания определенно не переживала кризис. Она добилась того, чего раньше не удавалось никому. Как я уже упоминала, ее корабли пересекали Атлантику за 10 дней. И Эдвард Коллинс, владелец компании, был полон решимости сохранять этот темп. У нее было 5 быстрых кораблей, а у Кьюнарт Лайн только 3 более медленных. Казалось, расклад сил был ясен. Впрочем, хотя корабли Кьюнарт Лайн с их железными корпусами были медленнее, владельцы компании все равно получали прибыль. А среди всех кораблей Коллинс Лайн пароход Арктик, третий из спущенных на воду, был самым большим. Он достигал 86 метров в длину и был оснащен двумя паровыми машинами с боковым рычагом, каждая мощностью в 1000 лошадиных сил. На полной скорости грибные колеса делали 16 оборотов в минуту. Во время спуска на воду пресса назвала Арктик самым потрясающим судном, когда-либо построенным в Соединенных Штатах. Но гламур и слава не могли предотвратить то, что произошло дальше. 27 сентября Арктик шел из Ливерпуля в Нью-Йорк и продолжал набирать скорость, двигаясь сквозь густой туман. Возможно, к тому моменту, после четырех лет на маршруте, экипаж стал слишком уверенным в себе и в корабле. Проходя в 80 километрах от Нью-Фаундленда, моряки беспечно двигались сквозь туман без радиосвязи, сонара или любой другой формы идентификации объектов, используя только азбуку Морзе. Меньшее судно Веста, которое часто рыбачило в окрестностях Нью-Фаундленда, проходило по тому же пути, что и Арктик, и врезалось в его борт. Потрясенный столкновением, капитан Арктика предложил помощь гораздо меньшей вести. Но вскоре стало ясно, что повреждения, которые показались команде Арктика незначительными, были гораздо серьезнее. Ниже в Атерлинии пробоина пропускала воду внутрь корпуса. Преимущества легкого деревянного корпуса превратились в недостатки. Экипаж направился к суше, пытаясь заткнуть пробоины, но ничего не получилось, и морская вода продолжала проникать внутрь и тянуть корабль вниз. А когда машинное отделение было заполнено, вода погасила котлы, лишив Арктик той огромной мощи, о которой ходили легенды. Корабль медленно двигался, пока не остановился полностью. Он продолжал тонуть, и было принято решение его покинуть. В то время морское право требовало от Арктика иметь на борту только шесть спасательных шлюпок, способных вместить лишь 180 человек. Экипажу и некоторым пассажирам удалось протиснуться на их борт и занять большинство мест в этих шлюпках. Воцарился хаос, и все забыли о хороших манерах, не позволяя женщинам и детям первым занять места. Через четыре часа Арктик затонул. На его борту было 150 членов экипажа и 250 пассажиров. Те, кто не смог попасть в шлюпки, предприняли отчаянную попытку построить плоты из частей корабля. Через два дня только три лодки благополучно добрались до берега, остальные три так и не были найдены. Звучит невероятно, но спасатели спасли часть людей, которые цеплялись за обломки судна в течение двух дней. В отличие от команды, капитан остался на Арктике, но удивительным образом выжил. Всего из 400 находившихся на борту людей смогли спастись в 85. Когда через две недели пришли новости о кораблекрушении, общественность отреагировала с большой скорбью. Но вскоре она сменилась гневом в адрес экипажей плохих мер безопасности. В прессе появились требования изменить законы и увеличить количество шлюпок, чтобы их хватало на каждого человека на борту судна. Но эти требования были проигнорированы, что привело к новым катастрофам в будущем. Достаточное количество спасательных шлюпок ввели в морское законодательство лишь спустя 60 лет после гибели Титаника. Жена и двое детей Эдварда Коллинза также находились на борту корабля и не выбрались. Он был раздавлен горем, но не прекратил заниматься бизнесом. Коллинз Лайн сохранил репутацию самого крупного, быстрого и роскошного перевозчика через Атлантику. Эдвард Коллинз начал строить новое судно, которое превосходило все остальные. Его назвали «Адриатик». Это был самый большой корабль в мире с двумя попеременно работающими паровыми машинами невероятных размеров. Эти паровые машины в то время были вершиной инженерной мысли, хотя сегодня их можно увидеть только у моделей и игрушек. С двумя мачтами Адриатик также мог ходить под парусами, если это было необходимо. К счастью, компания извлекла уроки из катастрофы Арктика. Но прежде чем новый корабль был достроен, произошла еще одна катастрофа. Корабль-близнец Арктика тоже затонул. Полагают, что второй корабль отчаянно пытался обойти конкурента из Кьюнарт Лайн и во время гонки столкнулся с айсбергом. Это безумное соревнование унесло 141 жизнь. Отчаяние Коллинза и ненадежность его деревянных корпусов привели к банкротству компании в 1858 году. Недавно построенный корабль Адриатик, стоивший более миллиона долларов, все-таки совершил одно плавание. И это плавание было признано катастрофой. Корабль столкнулся с буксиром. Тем не менее, ему удалось завершить свой первый рейс в срок. После банкротства компании корабль пришлось продать всего за 50 тысяч долларов. С него сняли огромные двигатели и оставили только паруса. Самый большой корабль для открытого моря уже через 30 лет признали непригодным к починке и оставили разрушаться в реке. Остальные суда также были проданы и использовались только на запчасти. Эдвард Коллинз ушел из индустрии и начал искать работу на суше. Поскольку Коллинз Лайн больше не было, компания Кьюнарт Лайн стала набирать силу. Не имея конкурентов, в следующие десятилетия она создала и спустила на воду сотни судов. Они и сегодня постоянно присутствуют в морях, обеспечивая трансатлантические перевозки, кругосветные путешествия и роскошные круизы. По сей день Кьюнарт Лайн остается единственной компанией, чьи суда курсируют между Европой и Америкой. И это отличное доказательство того, что не всегда самое быстрое, самое лучшее. Луч прожектора пронзает тьму над водами Атлантики. Титаник спокойно идет по волнам, а его пассажиры спят. Вдруг в лучах света возникло чудовищное белое очертание. Роковой айсберг вот-вот разорвет борт легендарного корабля. 14 апреля 1912 года. Всего за два дня до этого кто-то сфотографировал гигантский айсберг весьма необычной эллиптической формы. Этот айсберг, скорее всего, образовался из снега, который выпал еще 100 тысяч лет назад. Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить его происхождение. Они взяли данные за 1912 год, добавили новую информацию о ветрах и океанских течениях, и пришли к выводу, что этот айсберг, вероятно, был частью небольшого скопления ледников на юго-западе Гренландии. Сегодня можно рассчитать маршруты таких айсбергов за любое время в прошлом. Итак, печально известный кусок льда направлялся из Гренландии в район, расположенный южнее Корнуола. Если бы корабль прошел там всего через два дня, то айсберг значительно бы сдвинулся с того места, где они встретились. Сначала вес айсберга составлял 75 миллионов тонн. Затем он начал медленно таять. Когда «Титаник» затонул, вес айсберга составлял всего полтора миллиона тонн. К моменту столкновения он таял уже несколько месяцев, но это все равно было настоящее чудовище. Во время удара с «Титаника» айсберг достигал в длину 120 метров, и более 30 метров его поверхности находилось над водой. Некоторые считают, что «Титаник» затонул из-за суперлуния. В ту ночь произошло редкое лунное событие, какого не случалось уже 1400 лет. В нормальных условиях айсберг не продвинулся бы так далеко на юг, не растаив и не потеряв большую часть своей массы. Но суперлуния могло стать причиной необычно высокого прилива, который оторвал айсберг от ледника намного быстрее обычного. Существует особый тип бактерий, которые медленно поглощают останки «Титаника». Соляная коррозия, океанские течения, низкие температуры, плюс эти микроорганизмы могут поглотить все обломки. Американская актриса Дороти Гибсон была на борту «Титаника». Она выжила, и когда приехала в Нью-Йорк, почти сразу же приступила к съемкам фильма под названием «Спасшаяся с «Титаника». Фильм вышел в прокат всего через месяц после того, как затонул «Титаник». В фильме актриса была одета в ту же одежду и обувь, что и во время катастрофы. Фильм в то время имел большой успех. Но единственная известная копия была уничтожена во время пожара. За 14 лет до гибели «Титаника» была опубликована новелла «Тщетность». Она словно предсказала все эти события. Сюжет рассказывал о вымышленном корабле «Титан», который затонул во время путешествия. Он был почти такого же размера, как и «Титаник». И оба судна пошли ко дну в апреле. И причиной тоже было столкновение с айсбергом. Оба корабля описывались как непотопляемые. И на обоих из них оказалось недостаточное количество спасательных шлюпок. Мы видели это в фильме, но на «Титанике» тоже было несколько настоящих любовных историй. 13 пар даже отправились в путешествие на «Титанике» в свой медовый месяц. Одна из пар владела универмагом Мэйсис в Нью-Йорке. Когда стало ясно, что «Титаник» тонет, женщина отказалась спускаться в спасательную шлюпку без мужа. А тот не хотел уходить с корабля. Пока на борту оставались женщины и дети, которые, по его мнению, должны были идти первыми. Тогда его жена настояла, чтобы ее горничная села в шлюпку вместо них и отдала ей свое пальто, чтобы та не замерзла до прихода помощи. Ну а сама женщина решила остаться со своим мужем до последнего. Некоторые верят, что «Титаник» затонул из-за мумии, а не из-за айсберга. Все началось около тысячного года до нашей эры с таинственной женщиной, которая жила в Египте, в городе Варон. О ней мало что было известно, но ее называли «Жрицей». Ее мумию положили в деревянный саркофаг и накрыли большой крышкой с изображением ее лица и какими-то загадочными надписями. Это место оставалось нетронутым до первой половины XIX века, когда на него случайно наткнулась группа местных жителей, нарушив его покой. Никто не знает, как, но в тот же день мумия бесследно исчезла. Через несколько десятилетий группа богатых друзей из Англии отправилась в Египет. Они нашли пустой саркофаг мумии с изображением жрицы, чьи темные глаза, казалось, смотрели в пустоту и решили его купить. Но покупатель исчез в ту же ночь. А со всеми членами группы произошли разные несчастные случаи. Саркофаг не раз перемещался, пока, как полагают некоторые, он не оказался на Титанике. Подводной лодке роботу потребовалось более 70 лет, чтобы найти останки этого легендарного корабля. Затонувшее судно лежит на глубине 4 километров под поверхностью Атлантики, разломленной на две части. Почему же лайнер развалился? Этого никто не знает. Некоторые считают, что это случилось из-за попавшей внутрь воды во время столкновения с айсбергом. Сильное давление просто расщепило судно на две части, начиная с днища. Другие думают, что виноваты заклепки корпуса, в которых содержалось много шлака или плавильных остатков, что делает металл очень хрупким. У корабля вообще было много недостатков, начиная с дизайна. Водонепроницаемые переборки сверху не были полностью герметичными, что позволило воде заполнить все отсеки и, в конце концов, потопить судно. Металл заклепок и сталь корпуса пришли в некодность из-за высокого содержания серы, низких температур и высоких скоростей. Сталь разлетелась вдребезги, и заклепки просто выскочили. Из-за этого «Титаник» затонул в 24 раза быстрее, чем если бы все было в порядке. Ну и если бы удар айсберга пришелся в носовую часть корабля, а не в борт, то он мог бы остаться на плаву. Почему у членов экипажа не было биноклей? Это уж точно помогло бы им вовремя заметить айсберг и избежать катастрофы. Но бинокли на «Титанике» были заперты в отсеке для хранения. Ключ был только у одного члена экипажа, которого перевели с корабля прямо перед тем, как тот отправился в плавание. Позже мужчина сказал, что просто забыл передать ключ. Но даже без бинокля у экипажа было время, чтобы изменить курс и избежать столкновения, если бы он получил предупреждение. Впрочем, его и правда предупреждали. Где-то за час до катастрофы пароход «Калифорниен», находившийся довольно близко к «Титанику», отправил сообщение о том, что он встал из-за плотного поля льда. Но предупреждение так и не дошло до капитана «Титаника». Некоторые эксперты говорят, что дело было в радисте. Он не понимал всей срочности сообщения. А позже моряки с «Калифорниен» скажут, что не получали зов о помощи с «Титаника», потому что уже их радист отдыхал. Некоторые говорят, что экипаж «Титаника» не смог вовремя заметить айсберг из-за оптической иллюзии. Атмосферные условия той ночи могли вызвать сверхрефракцию, которая замаскировала айсберг. Из-за этого его просто было не видно, пока он не оказался слишком близко к кораблю, и удары уже было не избежать. Между моментом, когда айсберг заметили и столкновением, не прошло и минуты. На это ушло всего 37 секунд. А через 2 часа 40 минут «Титаник» навсегда еще в водах океана. Никто и представить себе не мог, что непотопляемый «Титаник» столкнется с айсбергом. Кроме одного человека — Уильяма Томаса Стеда. Нет, он не вскочил однажды с постели после того, как его посетило видение с гибелью «Титаника». Он просто написал рассказ под названием «Как почтовый пароход утонул в середине Атлантики. История выжившего» 3 марта 1886 года, за 26 лет до того, как затонул «Титаник». Давайте вспомним главное. «Титаник» следовал из Саундгемптона в Нью-Йорк в апреле 1912 года. В Северной Атлантике он столкнулся с айсбергом и менее чем через 3 часа полностью ушел под воду. Из 2208 человек, находившихся на борту, выжили только 706 из-за ледяной воды и недостатка шлюпок. Другой пассажирский корабль «Карпатия» услышал сигнал бедствия, подобрал выживших и благополучно доставил их в Нью-Йорк. Рассказ Уильяма Стеда повествует о британском моряке Томасе, который попал на пассажирский лайнер, направляющийся в США. В какой-то момент главный герой понял, что на корабле не хватит спасательных шлюпок на всех, если что-то случится. Через несколько дней сильный туман скрыл все вокруг. Удача была не на стороне лайнера. И он столкнулся с другим судном, точно так же, как «Титаник» столкнулся с айсбергом. Только 200 человек из 916 благополучно добрались до США. Главному герою удалось выжить, прыгнув в воду и забравшись в одну из спасательных шлюпок. Вы можете подумать, что эта история подняла всех в отрасли на борьбу за дополнительные шлюпки на кораблях. Но, к сожалению, когда она была опубликована, ей уделили очень мало внимания. Что еще более печально, Уильям Томас Стед был на «Титанике», когда тот тонул. И он не спасся. Выжившие, знавшие Стеда рассказывали, что он был жизнерадостным человеком и любил поболтать во время еды. Он хвалил конструкцию корабля и его прочность. Очевидцы также рассказывали, что когда «Титаник» тонул, Стед отдал свой спасательный жилет кому-то другому. Он был журналистом и направлялся в Нью-Йорк на церемонию. Стед внес важный вклад в современную журналистику, взяв за правило использовать иллюстрации в каждой газетной статье. Он также ввел газетные интервью, которые до сих пор в ходу наряду с иллюстрациями. Но этот рассказ был не единственным произведением, предсказавшим катастрофу. Морган Робертсон, в прошлом «Капитан корабля», писал рассказы и романы. Его самый известный роман «Крушение Титана». Он также известен под названием «Тщетность». Книга была написана в 1898 году, за 14 лет до «Титаника». Это была вымышленная история об океанском лайнере «Титан», который пересекал Северную Атлантику. Он был таким же быстроходным, как «Титаник», и напоминал его размерами и конструкцией. В книге он описывался как непотопляемый и самый большой корабль, бороздивший океан в то время. Тоже говорили и о «Титанике». Еще одним сходством было ограниченное количество спасательных лодок. Вымышленная история произошла в апреле. Именно в этом месяце «Титаник» отправился в путь и столкнулся с айсбергом. В романе также упоминалось, что после ужасной катастрофы мало кто выжил. В отличие от истории Стэда, роман Робертсона не заканчивается кораблекрушением. Оно происходит на середине книги. После этого главный герой продолжает жить своей жизнью. Книга оказалась в центре внимания после гибели «Титаника». Как кто-то мог столь точно описать события за 10 лет до того, как они произошли? Многие стали верить, что Робертсон заглянул в будущее. На самом деле он просто знал толк в кораблях. Ему было легко описать суть вещей, не прибегая к дополнительным исследованиям. Одной из самых больших угроз для кораблей в то время действительно было столкновение с айсбергом или с другими кораблями. Следующая история более загадочная. Однажды Алекс Маккензи услышал голос, который советовал ему не подниматься на борт «Титаника». Обернувшись, он никого не увидел. Когда молодой человек продолжил путь, голос снова заговорил с ним. На этот раз он был громче и отчетливее. Алекс воспринял предупреждение всерьез и решил вернуться домой в Глазго. Бабушка и дедушка не слишком обрадовались тому, что он отменил путешествие, ведь билет на «Титаник» был очень дорогим. Но разочарование сменилось облегчением, когда они узнали, что корабль столкнулся с айсбергом. Джон Кофи был членом экипажа «Титаника», но решил отказаться от поездки, когда корабль остановился в его родном городе Квинстауне. Внутренний голос подсказал мужчине сойти с лайнера, и он так и сделал. В то время ему было 23 года, и, отказываясь от рейса на «Титанике», он упускал отличный шанс сделать карьеру. Впрочем, уже через несколько месяцев молодой человек продолжил службу на корабле «Мавритании». Все, что не делается, — к лучшему. А теперь немного о том, что могло поспособствовать гибели «Титаника». Конструкторы утверждали, что корабль непотопляемый. Но позже появились предположения, что сталь в конструкции судна оказалась слишком хрупкой для ледяной воды. Из-за этого заклепки не выдержали, и океанская вода просочилась внутрь. Согласно другой теории, в корпусе «Титаника» мог возникнуть пожар за три недели до начала плавания. Огонь размягчил сталь, что позволило айсбергу прорезать ее, как горячий нож масла. На некоторых фотографиях, сделанных до того, как корабль отправился в плавание, видны черные следы на корпусе, которые могли быть вызваны пожаром. Впрочем, айсберг нанес бы значительный ущерб, независимо от того, был пожар или нет. Некоторые считают, что в проекте «Титаника» была ошибка. Сегменты нижней части сделали слишком крупными, из-за чего она легко смялась во время столкновения. Конечно, это все теории, но мы точно знаем, что айсберг был главным героем этой драмы, и что к наблюдениям Стэда и Робертсона стоило отнестись серьезно. В любом случае, гибель «Титаника» стала уроком на будущее и помогла предотвратить подобные трагические происшествия. Кстати, океанские лайнеры и пассажирские суда не существовали бы, если бы не Томас Ньюкомен. В 1712 году он изобрел паровую машину, которая могла вырабатывать достаточно энергии, чтобы приводить в движение корабль. А столетие спустя, в 1819 году, первый пароход переплыл Атлантический океан. Чтобы пересечь океан, судну потребовалось всего 29 дней. Индустрия пассажирских судов пережила бум в начале 20 века, когда людям стало проще добираться в Америку или отправляться в отпуск. Время шло, и самолеты, более быстрые и эффективные, пришли на смену пассажирским судам. Теперь столкновение пассажирского судна с чем-либо в открытой воде – большая редкость. Современные технологии позволяют обнаружить все, что может представлять угрозу, и даже предсказать штормовую погоду. Круизные лайнеры в наши дни – гиганты по сравнению с судами эпохи Титаника. Современные корабли вмещают почти в два раза больше пассажиров и оснащены удобствами, о которых раньше можно было только мечтать. На большинстве круизных лайнеров сегодня есть несколько ресторанов на любой вкус – бассейны и игровые комнаты, где можно развлечься. Если у вас есть настроение, вы можете послушать живой концерт. Не забудьте о вертолетной площадке. Как же без нее? Если вы вдруг почувствуете себя плохо, на помощь придут штатные врачи. И корабли будут становиться только больше. Ставить рядом Титаника и современный круизный лайнер – все равно, что сравнивать Корги с Доберманом. В свое время Титаник был самым большим и самым современным судном. Кто знает, что ждет круизные лайнеры в будущем? Возможно, мы получим целые плавучие города. В 2017 году более 25 миллионов человек отправились в путешествие на круизных лайнерах. Не так уж и много, но это больше, чем все население Бельгии. А еще это отличная альтернатива обычному отдыху. Ведь за одну поездку можно увидеть много разных мест. Если вы уже купили билет на круизный лайнер, но пока не знаете, что взять с собой, начните с изучения остановок вашего круиза. Обязательно возьмите с собой удобную обувь на низком каблуке для прогулок по палубе и еще одну, в которой будет удобно ходить на большие расстояния на берегу. В зависимости от сезона можно взять и плавательные принадлежности. Если вы принимаете лекарства, не забудьте взять их с собой в оригинальной упаковке. Если вы не любите брать много вещей, не волнуйтесь. Обычно на круизных лайнерах есть прачечные. Если вы хотите, чтобы вашу одежду постирали, погладили и сложили за вас, то это будет стоить недешево. Зато избавит вас от необходимости брать с собой много одежды. Перед круизом свяжитесь с банком, который выдал вам кредитную карту, особенно если ваш маршрут будет пролегать через несколько стран. Карточку могут заблокировать, если банк обнаружит подозрительную активность вашего счета. У многих банков есть алгоритмы для обнаружения платежей в разных странах за короткий промежуток времени. А именно это вы и будете делать на круизном лайнере. Сообщив об этом банку заранее, вы избавитесь от проблем с отклонением транзакций вашей карты в каком-нибудь ресторане. Чтобы выбрать каюту получше, перед бронированием ознакомьтесь с планом палубы лайнера на веб-сайте компании. Если вам хочется тишины и покоя, не выбирайте номера, которые находятся над или под любым из развлекательных заведений. Кроме того, если вы страдаете от морской болезни, не берите каюты в передней части корабля. Вам будет комфортнее в середине корабля, на нижней палубе. Если это ваш первый круиз, то для вас может стать удивлением тот факт, что в некоторых каютах нет окон. Поэтому лучше выяснить все нюансы до бронирования. Большинство компаний по продаже круизов выкладывают на своих страницах бронирования много разных фотографий. И может быть непонятно, что именно вы получите за предлагаемую цену. А еще каюты бывают очень маленькими. Если вам не нравится спать в маленьких помещениях, то лучше взять каюту побольше, даже если она будет чуть дороже. А расходы можно разделить с другом, если он захочет к вам присоединиться. Даже если в вашей каюте нет окон, это не значит, что вы не сможете наблюдать за волнами. У современных круизных лайнеров есть одна интересная технология. В местах, где нет доступа к солнечному свету, устанавливаются виртуальные экраны, которые показывают, что происходит снаружи в режиме реального времени. Кроме того, при плохой погоде гости по-прежнему будут чувствовать себя комфортно, не опасаясь, что ветер или дождь испортят им прическу или одежду. Пусть это и не настоящее окно, но лучше так, чем страдать клаустрофобией. Апгрейд На борту может быть немало бесплатных удовольствий, так что будьте внимательны. Например, бесплатная выпечка поздним утром или вечерняя чашка чая за счет заведения. Стоит лишь попросить. Возможно, вам захочется посмотреть, чем занимаются другие туристы. У некоторых может быть большой опыт в круизах, и они могут знать интересные лайфхаки. Не бойтесь спросить, если видите, что кто-то получает что-то бесплатно. На некоторых круизных лайнерах есть эксклюзивные зоны для гостей, которые проживают в дорогих люксах. Большинство таких зон находятся в верхней части лайнера. Для удобства самых важных гостей есть особые сотрудники, которые называются Royal Genie. Они похожи на дворецких и обслуживают всего несколько кают. Поэтому не носят именные бейджики в общественных местах, чтобы не отвлекаться на просьбы и вопросы остальных гостей. В большинстве мест общего пользования на лайнерах требуется соблюдение дресс-кода. Можно найти места и с более демократичным подходом к одежде, но лучше узнать об этом заранее. На некоторых лайнерах нужно придерживаться элегантного стиля. Мужчины должны носить брюки с рубашкой, а женщины – блузку, юбку, платье или стильные брюки. Про места предстоящих остановок тоже лучше выяснить заранее. Так вы будете знать, что надеть, какая будет погода и что брать с собой, кроме зонтика или пляжного полотенца. Остановки в круизах обычно длятся всего несколько часов, и вы наверняка захотите больше успеть за это время. Если вы решите посетить в этих местах музеи или художественные галереи, бронируйте билеты заранее, чтобы не тратить время на ожидания в очередях. Некоторые круизные лайнеры организуют для своих гостей экскурсии в портах, которые они собираются посетить. Если вас это интересует, бронируйте их заранее, так как места быстро заканчиваются. Есть также индивидуальные экскурсии с персональным гидом. Всегда помните о том, что ваш телефон в круизе должен находиться в режиме полета. Есть жуткие истории о том, как людям после путешествий на круизных лайнерах приходили огромные счета за сотовую связь только потому, что они забыли выключить телефон. Если вы не можете его выключить, то перед поездкой проконсультируйтесь с вашим оператором мобильной связи. Есть тарифные планы с ограниченным временем без дополнительной платы. Так вы сможете общаться в чатах, звонить и просматривать видео на YouTube, не беспокоясь о том, что за это потом придется выложить целое состояние. Кроме того, на многих лайнерах есть бесплатный Wi-Fi или пакеты Wi-Fi, которые можно приобрести заранее, что намного дешевле. Это позволит вам общаться с друзьями и близкими через FaceTime или Skype. Все слышали о трагедии на Титанике и наверняка задаются вопросом, что будет, если во время круиза что-то пойдет не так? На борту Титаника было всего 20 спасательных шлюпок, и их оказалось недостаточно, чтобы поместить всех пассажиров после столкновения с айсбергом. На современных круизных лайнерах спасательных шлюпок еще меньше – от 15 до 18. Но нужно учитывать, что они способны разместить до 370 человек. И даже самые большие суда вместимостью до 8 тысяч человек, включая туристов и персонал, совершенно безопасны при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации. Вы когда-нибудь задумывались о том, как сегодня выглядит «Титаник»? С момента гибели этого знаменитого корабля прошло уже более ста лет. «Титаник», крупнейший в мире морской лайнер начала девятисотых, затонул во время своего первого рейса, всего через несколько дней после выхода из порта. 14 апреля 1912 года корабль столкнулся с айсбергом, в результате чего погибло более полутора тысяч пассажиров из более чем 2200, находившихся на борту лайнера. Как это ни странно звучит, на постройку «Титанику» ушло более трех лет, а затонул он всего за три часа. И если бы такой корабль строился сегодня, то это бы обошлось более чем в 210 миллионов долларов. В последний раз «Титаник» видели на поверхности Атлантики в два часа утра. Океанограф Роберт Баллард обнаружил местонахождение затонувшего корабля лишь в 1985 году. Некоторые части «Титаника» даже можно было разглядеть. Одним из первых открытий экспедиции Балларда стало то, что корабль действительно разломился на две части, прежде чем затонуть. Первые исследовательские миссии в ту часть океанского дна, где сейчас лежит «Титаник», изучали только корпус и палубу корабля. По словам Балларда, главной целью этих миссий было понять, как сохранить его останки от дальнейшего разрушения. Другой целью был поиск личных вещей, оставшихся на морском дне. Позже Баллард заявил, что этот вид был столь же шокирующим, сколь и эмоциональным. Среди обломков вокруг затонувшего судна океанограф обнаружил множество мелких предметов и личных вещей, многие из которых были подняты на поверхность. Там была обувь и предметы одежды, которые принадлежали членам экипажа, а еще огромные пропеллеры. На поверхности они блестели и сияли, но на дне океана почти полностью вязли в песке. Баллард отметил, что площадь, где была разбросана кухонная утварь, составляла более километра в длину. Там было огромное количество тарелок, кастрюль и сковородок. Впервые в истории кадры 3D-анимации показывают захватывающие изображения – эволюцию Титаника с момента его отплытия в 1912 году до его сегодняшнего состояния. Но моделирование было недостаточно для глубоководного исследователя Джеймса Кэмерона, который впервые в истории предпринял путешествие в самое сердце затонувшего корабля. Да, тот самый Джеймс Кэмерон – режиссер известного фильма «Титаник». Ему пришлось погружаться 33 раза, чтобы исследовать место крушения лайнера. Он как-то сказал, что океан всегда был его истинной страстью, и что изучать море он хотел с самого раннего детства. А режиссура – это просто работа. Когда у него появилась возможность посетить «Титаник», он согласился, чтобы увидеть руины корабля своими глазами. Но вернемся к крушению. По словам Кэмерона, мало было получить доступ к внешней части корабля. Нужно было как-то попасть внутрь, проанализировать и сфотографировать то, что осталось от интерьеров некогда самого большого в мире морского лайнера. Кэмерон управлял роботизированным транспортным средством с камерами. Это помогло ему найти на «Титанике» места, которых никто не видел с момента затопления корабля. Например, в турецких банях все еще сохранились стены и скафеля. Эти бани предназначались исключительно для пассажиров первого класса. Они находились между бассейном и столовой третьего класса и были оформлены в мавританском стиле. В распоряжении отдыхающих всегда имелись согревающие одеяло и закуски. Если фотографии, сделанные до катастрофы, были просто поразительными, то сейчас они и вовсе производят вау-эффект. Ведь все, что вы на них видите, находится под водой. Еще одним открытием стала корабельная мачта. Если мы посмотрим на «Титаник» до катастрофы, то увидим, что она находилась на носу этого огромного корабля и скрепляла кабели передачи для системы «Маркони» — системы беспроводной телеграфии. На ней же висел британский торговый флаг, под которым плавал «Титаник». Мачта стояла на высоте чуть более 30 метров и была оборудована наблюдательным постом. Но теперь ее просто невозможно узнать. Пораженная коррозией, она разрушилась. Пост тоже развалился на части. Теперь понятно, почему современный «Титаник» — это настоящее сокровище для исследователей. Но так как обломки корабля находятся на глубине 3800 метров, там нет солнечного света. И пилотируемые миссии зависят от высокотехнологичного оборудования. Как думаете, почему «Титаник» пропал из поля зрения общественности более чем на 70 лет? Да потому что в то время технологии были еще недостаточно развиты, чтобы туда можно было добраться и сделать хорошие кадры. Именно кинематографисты продвинули эту технологию для того, чтобы делать подводные съемки. Они начали с того, что построили короба и поместили в них свои камеры. Теперь глубоководная съемка стала популярной, и мы можем восхищаться удивительной подводной жизнью. Конечно, фотографировать под водой — дело непростое. Во-первых, чтобы выдержать сумасшедшее давление, подводные лодки должны быть прочными и иметь толстые стенки — не менее 28 сантиметров в ширину. Кроме того, исследователи должны понимать, как снимать и фотографировать практически без света. Была еще одна проблема, которая еще больше усложняла работу. Когда были найдены обломки корабля, они были покрыты ржавыми бактериями красного цвета. Это серьезно затрудняло получение хороших снимков. Красный цвет плохо отражается под водой. По этой причине управляемые человеком транспортные средства, которые опускаются на дно для осмотра руин, оснащают мощными осветительными приборами. Если смотреть издалека на обломки корабля, они выглядят так, будто их залили красновато-коричневым воском. Но на самом деле эти структуры в виде сосулек представляют собой колонии микроорганизмов. Когда корабль затонул, он унес с собой на дно огромное количество бактерий, которых раньше там не было. А теперь эти бактерии вместе с экстремальными условиями, в которых они оказались, превратились в катастрофическую комбинацию для обломков. Эти красные колонии микроорганизмов питаются железом и сталью, собственно, тем, что осталось от Титаника. Одним из видов этих микроорганизмов являются бактерии Халамонас титаникая. Они могут съедать до 100 килограммов железа в день. Титаник для них — это огромный источник пищи. Было много теорий по поводу продолжительности жизни затонувшего корабля после обнаружения этой странной ржавчины. Но, по словам Кэмерона и его группы, в ближайшее время Титаник не распадется. Для одной из последних экспедиций к месту крушения построили специальное пилотируемое средство, чтобы найти одну каюту. Она принадлежала важному пассажиру, которого звали Сэр Бенджамин Гугенхайм. Да, как музей. Он был сыном горнодобывающего магната и членом элитной группы, которая отправилась в трансатлантическое путешествие. Гугенхайм возвращался домой в США, но так и не добрался до своего конечного пункта назначения. За цену, которая колебалась от 400 до 800 фунтов стерлингов в 1912 году, что эквивалентно сегодняшним 84 тысячам фунтов, можно было забронировать роскошную каюту в первом классе. Такие каюты располагались на палубах В или С и были оформлены в 11 разных стилях, например, в Якобинском, Георгианском, Итальянском Ренессансе. И этот список можно продолжать. В каютах имелись резные панели и маркетри из экзотических и редких пород дерева. Гугенхайм занимал одну из этих роскошных кают. А сто лет спустя один из его потомков профинансировал целую миссию только для того, чтобы найти каюту, в которой жил этот человек. Эта экспедиция превратилась в документальный фильм для National Geographic, где действительно удалось определить, какая каюта принадлежала Гугенхайму. Здорово! 14 апреля 1912 года. Холодный вечер в Северной Атлантике. На борту самого современного и непотопляемого корабля «Титаник» время ужина. За одним из столиков сидят двое хорошо одетых мужчин. Один из них – известный британский журналист. Он рассказывает своему собеседнику интересную и в то же время страшную историю. Все началось около тысячного года до нашей эры в Древнем Египте. В то время в городе Фива жила одна женщина. Никто не знает, кем она была и чем занималась, но ее социальное положение было высоким. В конце жизни ее провозгласили жрицей бога Амона-Ра. Ее тело было забальзамировано, помещено в деревянный саркофаг и накрыто массивной крышкой с изображением женщины и таинственными надписями. Она была похоронена в Фивах вместе с другими людьми высшего сослова. Мумия пролежала в покое почти три тысячи лет. Место захоронения было тщательно скрыто. В первой половине XIX века местные жители случайно обнаружили древнюю гробницу. Они нарушили покой жрицы. Никто точно не знает, что произошло в тот день, но мумия была извлечена из саркофага и бесследно исчезла. Несколько десятилетий спустя группа из четырех богатых друзей англичан приехала в Египет для путешествия по верхней части Нила. Сначала они отправились на раскопки храма Амона-Ра недалеко от города Луксор. Там они увидели пустой саркофаг. На нем была изображена жрица с темными глазами, смотрящими в пустоту. В ее взгляде было что-то зловещее. Они не знали, кому принадлежал саркофаг, но были так поражены красотой и энергией, которая от него исходила, что решили купить его у местных жителей. Покупатель исчез в ту же ночь после того, как саркофаг был доставлен ему в отель. Некоторые говорили, что видели, как мужчина вышел из отеля и направился в пустыню, но никто не знал, почему он это сделал. Больше его никто не видел. Другой мужчина из той же группы забрал саркофаг. Во время возвращения домой один из друзей был серьезно ранен. После прибытия в Лондон новый владелец артефакта обнаружил, что банк, в котором были размещены все его деньги, обанкротился. За один день этот человек превратился из богатого бизнесмена в бедняка. Третий друг также испытал на себе зловещее влияние древней находки. Он потерял здоровье, работу, а в конечном итоге жизнь в результате несчастного случая вскоре после возвращения в Лондон. Прежде чем обанкротиться, владелец подарил саркофаг своей сестре, которая жила в Лондоне. Одна из подруг этой женщины вошла в комнату, увидела египетский артефакт и сразу почувствовала исходящую от него опасную энергию. Затем сестра владельца передала футляр известному фотографу. Он сделал несколько фотографий и пришел в ужас. По его словам, на фотографиях он увидел настоящую жрицу с человеческим лицом. Она смотрела на него зловещим ледяным взглядом. Никто, кроме фотографа, не прикасался к пленке фотоаппарата. Никто не редактировал фотографию. Вскоре фотограф таинственным образом пропал без вести. С этого момента история становится расплывчатой. По одной из версий, сестра владельца передала артефакт британскому музею. Человек, который перевозил саркофаг, вскоре скончался. А его помощник попал в жуткую аварию. Другая версия гласит, что предмет из египетской гробницы был куплен богатым бизнесменом. После этого трое членов его семьи тоже попали в аварию, а его дом сгорел дотла. Убедившись, что саркофаг проклят, он передал его британскому музею. Собеседник слушал рассказ с таким интересом, что совсем забыл об ужине, который давно остыл. «Откуда вам все это известно?» – спросил он. Журналист рассказал, что уже несколько месяцев изучает все, что связано с мумией и владельцами артефакта. Он нашел доказательства всех несчастных случаев и составил полную картину. «А что произошло дальше?» – спросил собеседник. Казалось, что в музее мумия должна была наконец обрести покой. Жрецу окружали другие короли и королевы из разных времен. Однако покоя не было. Ученые и специалисты по древним языкам пытались расшифровать символы на саркофаге. Они выяснили, что большинство надписей означали проклятие и обещание несчастий в адрес тех, кто осмелится нарушить покой жрицы. Каждую ночь охранники и сотрудники музея слышали стук, доносившийся из футляра. Стук сопровождался плачем и криками. Кроме того, каждый вечер кто-то разбрасывал остальные экспонаты по залу. Вскоре все поверили, что дух жрицы продолжал использовать магические силы. Затем саркофагом заинтересовался один частный коллекционер и купил его у музея. Не для коллекции, а для того, чтобы изгнать дух мумии из артефакта. Неизвестно, какими способами он пытался это сделать, но ему это не удалось. А затем он продал футляр богатому американскому археологу. Этот парень решил перевезти артефакт в Нью-Йорк и... И что, что было дальше? С интересом спросил собеседник. Вот и все. Пока это конец истории, ответил журналист. Что вы имеете в виду? Что случилось с мумией? Где она сейчас? Журналист посмотрел на собеседника с некоторым волнением. Она здесь, на Титанике, ответил он. Собеседник не знал, стоит ли во все это верить, но журналист подтвердил, что саркофаг находится здесь. Он в этом не сомневался, потому что видел его собственными глазами. После ужина мужчины разошлись по своим каютам. Журналист лег в постель, но не мог не думать о мумии. Он пытался убедить себя, что все, что он разузнал о жрице, лишь миф и никакого проклятия не существует. Начав погружаться в сон, он почувствовал легкий толчок. А через несколько минут в дверь его каюты постучал член экипажа и сообщил, что все пассажиры должны подняться на верхнюю палубу, потому что с кораблем что-то случилось. Журналист вышел на свежий воздух и увидел толпу людей. Паники пока не было. Кто-то предположил, что что-то случилось с двигателем. Другие сказали, что это просто меры предосторожности. Но журналист сразу понял – корабль тонет. И это сделала жрица. Менее чем за час «Титаник» полностью ушел под воду. Легенда гласит, что жрица повлияла на капитана корабля. Члены экипажа не осмелились положить такой ценный груз в трюм. Они поместили ящик с артефактом рядом с капитанским мостиком. В ту роковую ночь капитан решил взглянуть на саркофаг своими глазами. После этого он стал вести себя странно. Предположительно, злой дух затуманил его разум. Когда корабль вошел в зону, заполненную айсбергами, он отказался снижать скорость, несмотря на просьбы экипажа. Саркофаг, возможно, все еще лежит на дне Атлантического океана даже сейчас, когда жрица, наконец, обрела покой. Ладно, эта история не более чем легенда. Нет никаких свидетельств того, что на Титанике находилась мумия или саркофаг. Легенда появилась через пару лет после катастрофы. В то время было много теорий о том, что же случилось с Титаником. Корабль затонула за секретных служб, на Титаник напали инопланетяне, Титаник затопили специально, чтобы получить деньги от страховой компании. Эти безумные теории были очень популярны. А одна из них была придумана известной газетой, журналисты которой опубликовали статью о проклятой мумии на борту Титаника. Остальные подхватили легенду, и она ушла в народ. Одна из причин, по которой люди верят в такие вещи, скрыта в человеческой психологии. Любая фальшивая история рассказывает какой-то секрет, нечто, о чем люди не знали или не должны были знать. Когда человек это читает, он чувствует себя приобщенным к чему-то важному, потому что теперь он знает страшную тайну. Это чувство собственной важности – причина популярности теории заговора. А еще такие теории весьма интересны. Кстати, мумия из этой истории действительно существует, и она находится в Британском музее. Точнее, там находится только древняя крышка саркофага с изображением женщины. Что это за женщина, никто не знает. Личность последнего владельца также неизвестна. Мы знаем лишь то, что экспонат был передан в музей в конце 19 века. Его прозвали «Несчастная мумия». Хотя сотрудники музея сообщают, что он не приносил никаких несчастей. Крики и стук из-под крышки – всего лишь миф. Вы можете прийти в музей и взглянуть на артефакт своими глазами. Если, конечно, не боитесь.